Кто-то считает, что супергерой должен обладать силой. Другие, что супергерой должен спасти человечество. Но телеканал СТС устанавливает свои критерии супергеройства. Чтобы иметь приставку супер, не обязательно ждать укуса паука или генной модификации. Мы построили самую сложную полосу препятствий в мире. У меня сейчас руки дрожат, я не знаю, как это комментировать. Травма, травма на площадке. 8-0. Это апогей того, что мы видели на этом шоу. Срывать! Ошибка фаворита! Жесткие кадры мы наблюдаем. И здесь все равны. Я олимпийский чемпион по спортивной гимнастике. Я работаю пожарным. Я таксист. 175 лучших атлетов со всей России. И у каждого свои причины быть здесь. Когда у тебя нет каких-то достижений, прожил жизнь зря получается. Не хочется удавить грязь лицом. Почему я здесь? Меня увидит мой родной сын. Папа, я в тебя верю! Папа! Но цель у всех одна. 5 миллионов рублей и звание супер-ниндзя. Уникальная трасса. Трое звездных ведущих. На нашей площадке настоящая магия. Здесь все по-настоящему. Битва лучших. Это супер-ниндзя. Мы начинаем! Сегодня 25 атлетов ждет отборочный этап. По итогам которого определится десятка лучших, отправляющихся в полуфинал нашего проекта. Там посредством дуэлей мы определим пятерку финалистов. В отборочном туре есть особенность. Здесь нужно собирать кольца и класть их на специальный пьедестал. Всего на отборочной полосе 6 препятствий. Сначала взлетная полоса, где атлетам предстает перепрыгнуть пропасть. Далее небоскреб. Зацепившись за его крышу, участники должны переползти на другую сторону и сорвать первое светящееся кольцо. Третье препятствие преодолеть можно только по воздуху. А светящееся кольцо нужно схватить в финальном прыжке. На бамбуковой роще добраться до заветного кольца необходимо за счет раскачивания на гнущихся шестах. Далее парящие болты. Используя канаты, нужно перелететь с болта на болт, а в прыжке на последний схватить четвертое светящееся кольцо. И, наконец, противоход. Участники должны забежать на вершину по беговой дорожке, движущейся в обратную сторону, и водрузить последнее кольцо на пьедестал. Всего у атлетов будет три попытки. Главное не касаться воды и не терять кольца. Следить за этим будет беспристрастная коллегия судей во главе с одним из лучших ниндзя-спортсменов России Станиславом Кокориным. Осталось только познакомиться с тем, кто будет первым пробовать свои силы на нашей полосе. Ну, а мне с теми, кто его будет поддерживать. Я пошла. Что ж, первые всегда запоминаются. Но как запомниться нашим зрителям? Наш первый атлет мы узнаем буквально через пару минут. Меня зовут Шпилео Александр. Я из города Воронежа. Мне 26 лет. Работаю я кладовщиком на складе винных магазинов. Вообще по профессии я учитель физкультуры. Институт я закончил, начал искать работу. И понял, что за работу учителем физкультуры платят очень-очень-очень мало. И пришлось вот идти на какие-то более отчаянные меры и уже идти работать, грубо говоря, физическим трудом, за который, ну, хотя бы платили. Я не в восторге от этой работы, но приходится куда деваться. Я постоянно таскаю очень много тяжестей. Если мы говорим о дневной смене рабочей, то это три машины за шесть часов по четыре с половиной тонны каждая. Люди думают, что, может быть, там что-то подкачиваешь как-то там. Нет, на самом деле это только гробит организм. Ничего хорошего от такой работы нет. Мне очень обидно от того, что я не могу заниматься тем, чем я люблю действительно. Годы моих тренировок, моих знаний каких-то, они просто сейчас разлетучиваются на складе. Александр уже подходит к началу. Я пришел на проект Супернизе, закрыть свои финансовые вопросы и пойти уже по своей мечте стать учительной физкультуры и тренером. Александр Штилевой в Вороне! Аплодисменты! Вообще выступать на нашей сложнейшей полосе препятствий крайне сложно, а выступать первым еще сложнее. Что ж, мы ждем обратный отсчет. Впереди располагается взлетная полоса. Ему необходимо разбежаться и преодолеть расстояние в 3 метра 80 сантиметров. Практически перемахнуть легковой автомобиль ему надо. Погнали! Александр начал проходить. Вперед идет на взлет. О-о-о! Преодолел! Преодолел взлетную полосу. Какой у тебя попрыгунчик! Дальше его ждет небоскреб. Необходимо распрыгаться и зацепиться за наше здание. Борис, сразу же не медли! Отлично! Как зацепился! Перебирается в другую сторону небоскреба по нашему маленькому бортику. О-о-о! Получилось! Получилось! Сейчас будет стараться взять светящееся кольцо. Итак, он уже прыгает вверх! Кольцо! Что ж, первое кольцо на первой контрольной точке. Меньше 30 секунд, друзья. Следующее препятствие. Сложная, сложная воздушная переправа. Посмотрите, сколько этих подвесных колец, а в конце то самое главное, которое зажжется, когда он его схватит. Вот это самая опасная часть воздушной переправы. И раз! Молодец! Друзья, каждое движение выверено, как будто он в алкомаркете не работает. Хотя его болтает примерно как половину его покупателей. Вот сейчас, смотри! Смотри, что делает! Как четко, в одно движение он исполняет это действие и срывает кольцо. Бамбуковая роща сейчас перед ним. Бамбуки отличаются друг от друга. Есть те, что с платформой для ног, есть те, что без. Он сейчас пока не понимает, как фиксировать себя на этих шестах. Ой-ой, чуть не сорвался! Держись! Держись, брат! Держись! Так, движется дальше. О, как быстро он проходит! Бамбуки моментально практически. Напоминаю, мечта Александра – это работать в школе учителем физкультуры и учить детей здоровому образу жизни. Это недостойнейшая мечта. Поэтому ждем его здесь! Настоящий мужик. Сейчас тянется к шесту с платформой. Во второй половине нашей бамбуковой рощи есть только один шест со специальной платформой для отдыха. И он решил этим шестом воспользоваться. Ну а наши зрители воспользуются этим моментом, чтобы покричать и поддержать Александра. Итак, три шеста остаются. Нужно еще успеть забрать кольцо, оставить его на себе, ни в коем случае не уронить воду. Но кольцо у него! Ура! Да, 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 давай, давай, родной! Держись! Держись, держись, последний шест! Ой, не оттолкнулся от предыдущего шеста. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Теперь нужно себя раскачивать, раскачивать зад-вперед, чтобы постараться дотянуться до следующего шеста, потому что здесь расстояние наибольшее. Держись, держись! Не сдавайся! Нет! Давай, давай, вся страна в тебя верит! Многомиллионная аудитория СТС следит за тобой! Сейчас руку левую сверху положил, чтобы иметь возможность оставить немного сил. Да, 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 да! Держись, брат! Только не докоснись! Нет! Нет, нет! Увы! Увы, увы, Александр! А я так рассчитывал на угощение, если он до сюда добежит. Сто процентов! Мы все рассчитывали, что он пройдет дальше, еще дальше. Почти. Почти добрался до третьей контрольной точки. Прости. Все круто! За что? За то, что слабенький такой. Она-то думала, я богатырь, а я слабенький. Я открою тебе секрет. Мы все здесь думаем, что ты богатырь, потому что ты на самой сложной полоте препятствий в мире! Поаплодируйте! Спасибо. Ну а сейчас все женщины придут в восторг. А мужчинам придется немного понизить свою самооценку. Ведь на полосу выходит Евгений, гладиатор, цисарь. Я настоящий спартанец, поэтому никаких преград для меня нету. Я иду вперед. Образ спартанца – это мое внутреннее состояние. Это сила мужества, боевой настрой. Я являюсь мастером спорта по пауэрлифтингу, по стритлифтингу. Самое высокое достижение – это пятое место на чемпионате мира по бодибилдингу. Ну что, Евгений обладает такими внушительными физическими данными, ведь он бодибилдер, культуризм – это развитие, наращивание мышечной массы. Посмотрим вот эта масса тела, которая у него есть, очень внушительная. Поможет ему или помешает? Мне кажется, его масса его и утянет на дно. На протяжении многих лет я стараюсь ломать стереотипы о том, что большой человек не может быть ловким, быстрым. Ну и у меня успешно получается это делать. В данной ситуации мой вес – это мой враг. Я готов бросить вызов полосе и всем щупленьким ребятам и побороться за главный приз в этом проекте. Спартанцы привыкли только побеждать и будут бороться до последнего. Энспарта! Ой-ой-ой, опасный какой! Гладиатор, что сейчас будет? Все, доспехи сброшены. Дальше только Евгений и его сила. Евгений Цисарь! Челябинск, ура! Ну что ж, он разбегается. Разбег! Хорошо. Он так медленно бежал, у меня создавалось полное ощущение, что он сейчас плюх и воду сразу, но нет. А вот здесь для него будет еще сложнее. Там просто набрать скорость и пролететь этот пролет. А вот здесь нужно еще и зацепиться и удержать эту внушительную массу. Посмотри, какой он огромный. Это в данном случае не небоскреб, друзья, это Акведук. Не зря он так долго готовится, посмотри. Не зря, потому что понимает, что здесь нет права на ошибку. Все так поддерживают, так классно. Папа! Папа! Смотрим, смотрим, как будет справляться. Прыжок! Да, удержался! Давай, держи! Прилет! Хватайся за победу! Он преодолевает небоскреб. Одними руками сейчас. Есть! Браво! Есть приземление! Справляется Евгений! Давай, прыгай выше! Достает кольцо, ребята! Это первая контрольная точка. Евгений нас поражает. Ну что ж, мы переходим к воздушной переправе, где как раз его внушительная масса может сыграть злую шутку, друзья. Ой, боже мой! Это так страшно! Начинает преодоление воздушной переправы. Все, обратных путей нет. Нельзя наступать снова на платформу. Друзья, это тот самый момент, когда я вижу, что наши кольца напрягаются. Настолько мощный атлет. Посмотри, сколько времени он тратит, чтобы перелететь. Он на обруче. Сейчас на обратном движении. Нужно поймать этот момент, эту инерцию, чтобы перепрыгнуть. Переправа. Но он теряет абсолютно все. Он бесит просто над пропастью. Только импульс даст ему возможность перелететь дальше. Да! Да! Получилось! Что он делал? Просто вопреки к законам физики сейчас делает все. У него практически не было этой инерции. Не было момента, чтобы перепрыгнуть. Он справляется. Пока его занятия бодибилдингом оправдывают. Оправдывают его звание гладиатора. Друзья, он делает какую-то магию. Как будто гравитация на него просто не действует. Посмотри, он уже в самом конце. Но здесь сложность есть. А здесь кольцо какое-то светится будет, да? Надо взять. Да-да-да. Если он его возьмет, оно загорится. О-о-о! Удержался! Просто играет на наших нервах. Удержался на платформе! Ну, придется вернуться обратно на этот красный висящий обруч. И с него попытаться уже сорвать в прыжке светящееся кольцо. Правилами это не запрещено. Давай! Давай-давай! Оп! Давай-давай! Оп! Давай-давай! Оп! Давай-давай! Вот он момент наступает. Ну что, цесарь принимает решение? Давай-давай! Папа, я в тебя верю! Папа! Попробуем! Друзья, друзья, в данном случае гладиатор канет в лету. Ну, не люблю проигрывать. Не люблю не доходить до конца. Поэтому не очень приятные эмоции. Но мы хотим сказать, что вы держались просто потрясающе. Вы настоящий гладиатор. И спасибо вам большое. Он превзошел, если честно, мои ожидания. Действительно, атлет-культурист-бодибилдер на наших трассах, на трассе Суперниндзя, одной из сложнейших, проявил себя очень даже неплохим спортсменом. Трасса Суперниндзя разрабатывалась большой командой экспертов из разных спортивных дисциплин. Во главе с известным ниндзя-атлетом и одним из самых титулованных российских скалолазов Станиславом Кокориным. На этой трассе все равны и бодибилдеры, и скалолазы, и легкоатлеты, и даже блогеры. Сон Лео, блогер-миллионник, как раз готовится к выходу на нашу полосу. У меня созданы образы. Этот образ, он немножко отталкивающим, кажется каким-то персонажем нарисованным. Но я его, в принципе, и создавал такой картинкой. С подросткового возраста хотел этим отличаться, но не знал как. И вот на этом пути мне пришлось столкнуться с разным. В том городе, в котором я рос, это Ростов-на-Дону, люди там немного любят, чтобы все было муторно, чтобы все были одинаковые и все похожи друг на друга. Когда я уже начал заниматься блогерством, я приехал к школе своей по спортивному самбо. Увижу своего тренера, а тренер мне был уже там как отец. Он очень критичный человек был. То есть вот такой советской закалки, мужчина должен быть вот лысый, бородатый. Он был со своими учениками, и я подошел радостный, протянул ему руку, а он отказался мне езжать. Мне было стыдно при своих учениках это делать. Потому что у меня были длинные волосы. И я в этот, ну, наверное, это очень тяжело было. Ну, я понял, если так реагируют на внешность, то нужно топить еще больше туда. Значит, вот, идем от обратного. Если так меня будут не любить с моими изменениями, то сделаю их еще больше. Тогда меня полюбят больше человек. И сейчас я блогер-миллионник. Ну, давайте, уточним, 6 миллионов на одной из платформ. Я являюсь одним из самых топовых мировых стримеров. И у меня все достаточно хорошо. Так, осталось совсем немного времени перед тем, как я выйду уже на эту трассу. Я готовился к ней довольно-таки долго. На самом деле переживаю. Я пройду и этим самым как раз покажу, зачем я сюда пришел. Что человек, если он действительно хочет чего-то, он это достигнет. Сон Лео, Москва! Круче, круче, круче! Давай, мои хорошие, давай, 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 давай! Работает на камеру, пацан, работает! Молодец! Это вот вы со своими там здоровенными камерами, со всеми вот этими, проект снимаете. А он вот, смотрите, на смартфон нафигачил и радостно стоит. Он сейчас будет проходить полосу препятствий, так же, на селфи все. Опа! Кладет смартфон все-таки на платформу, показывает себя во всей красе. Нравится? Это тебя нужно спросить. Ты знаешь, на что он способен? Побегали! Разбег! Ой, что-то медленно-медленно побежал. Хотя перелетел. Умница, умница! Итак, он уже проходит первую часть, он уже на небоскребе, преодолевает его очень ловко. Он уже на другой стороне. Стоит только соскочить. Есть, спрыгивает, и нужно срывать кольцо. И класть его на пьедестал, чтобы пройти первую контрольную точку. Давай, 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 давай! Раз! Нет, нет, нет. Пока прыгаешь на батуте чуть шире, надо расставить ноги. Докоснулся до кольца, но не смог его сорвать. Да! Молодец, красавчик! Но кроме этого кольца, ему нужно собрать, ну, получается, еще четыре. Блин, что я говорю, еще четыре кольца, друзья, потому что это сложнейшая полоса препятствий в мире. Начинает преодолевать. Доходит до середины здесь обруч, который нужно перекинуть. Молодец! Хороший прыжок. О, не поймал, не поймал кольцо. Ну что, популярный тиктокер, сними победоносный челлендж сейчас. Давай, 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 давай! Все твои миллионы подписчиков смотрят на цена. Давай, брат! Да! Так, молодец, молодец. Несмотря на все невзгоды и проблему, он преодолевает воздушную переправу. Держи, держи, кольцо! Ребята, это тот самый, мне кажется, единственный момент, когда сбито кольцо, и кольцо не падает в воду, а спортсмен отправляется в наш бассейн. Кольцо прошло дальше участника, получается. Действительно. Но, увы, увы, тебе в зачет. Сон Лео может записать только одну контрольную точку. Пока никто не смог пройти отборочную трассу шоу Суперниндзя. Но сейчас на нее готовится выйти наш четвертый участник, который наверняка это сделает. Ведь это... Один из самых титулованных российских гимнастов! Всем привет, меня зовут Артур Далаян. Я олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта России, и мне 26 лет. Моя история в спорте больше, наверное, про преодолевание себя. В преддверии Олимпийских игр, буквально за три месяца перед Токио, случилась травма. Я порвал ахилловое сухожилие на тренировке. У меня висела просто нога, я не знал, что с этим делать и что впереди меня ждет. Как сказали врачи, восстановление после такой травмы от 10 месяцев до полутора лет, это чтобы просто начать ходить. Когда я отлежался неделю в больнице после операции, в любом случае дают обезболивающее. Когда тебя выписывают домой, а ты перестаешь принимать это все, ты чувствуешь совсем иное ощущение всего происходящего. Особенно, когда не можешь по ночам спать, когда ты кричишь от боли. Я не знаю, стоит ли это рассказывать, хотя это на самом деле было. Рядом была только жена, которая просто обнимала, дарила, наверное, свое тепло, любовь, заботу. Чистый респект, наверное, моей железной жене, потому что она не меньше, чем я сделала для этого все. Это мне и помогло, да, стать олимпийским чемпионом. Жена Олечка! Волнуется? Очень. Да, это тебе не олимпийские игры, это Суперниндзя! Я пришел на шоу Суперниндзя, потому что в этом году Россию исключили из международных соревнований, но зато у меня есть возможность поучаствовать в таком проекте. Для меня это возможность бросить себе новый вызов. Один из самых титулованных и выдающихся спортсменов на нашем шоу, Артур. Его любит вся страна, он очень харизматичный парень. Давай! У Артура небольшой рост, 161 сантиметр. Для спортивного гимнаста это скорее преимущество, но какую роль это сыграет сегодня, сейчас узнаем. Артур Далалаян, Москва! Акбаля! Берет разбег. Я напоминаю, что ему необходимо собрать кольца, хотя с кольцами-то после Олимпиады он на ты. Прошел! Опа, молодец! Посмотрим, как ему поможет такой гигантский, просто колоссальный опыт. Друзья, какая скорость, 17 секунд, а он уже преодолел небоскреб. Давай! И взял кольцо! Это рекордное время на первой контрольной точке, посмотри, что делает. Ну, с кольцами ему не привыкать работать. Будет даже как-то странно, если он не преодолеет воздушную переправу. Но не будем загадывать. Молодец! Есть, есть. Ой-ой, не поймал кольцо. Кольцо теперь раскачивается, его будет сложнее взять. Но он справляется. Все нормально, справляется, ловит его. Сейчас перелетает на следующее. Будет еще один перелет, а потом соскок. Красиво гимнасты заскакивают. И сейчас он все так наделает. Вау, нет слов, одни эмоции. Когда он доберется сюда, спросим, что сложнее выступать на Олимпийских играх или у нас на проекте Суперниндзя? Я напоминаю, что в Бамбуковой роще имеются шесты без специальных зон для отдыха. Грошой высоко забирается, а ему нужно забраться повыше, потому что размах рук у него не такой большой, как у некоторых других атлетов. Есть! Вы видите, друзья, даже для Олимпийских чемпионов наша трасса не так проста. Держись! Так, 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 так! Он уже потратил несколько десятков секунд на прохождение Бамбуковой рощи, а он все еще не дошел даже до середины. Есть! Что ж, друзья, он с достаточно большим трудом проходит рощу. Здесь шест следующий находится ближе, но на нем уже нет этой платформы для ног, поэтому придется работать быстро, не только эффективно, но и быстро. Ой-ой-ой! Держись, держись, держись! Опасный момент, друзья! Смотри, забирается сейчас на самую верхушку. Сверпи! Посмотри, сколько сил уходит, пытайся держать себя, а не сползти вниз. По его лицу явно видно, что подустал спортсмен, подустал. Спускается вниз, спускается, опасный момент! Нет! Не дай бог, касание до воды будет! Не дай бог, касание до воды! Это дисквалификация, это хуже допинг-теста! Держись, смотри, он не использует ту технику, которую использует! Слезы тебе, ты все! А-а-а! Нет! Друзья, настолько жесткий проект у нас, что даже олимпийские чемпионы по гимнастике не справятся с нашей задачей. Артур Далаян, гордость России, аплодисменты тебе! АПЛОДИСМЕНТЫ Порвался как мог, но палки эти просто сумасшедшие, все силы на самом деле забрали. Очень сложно их раскачать, вообще не ожидал такого. Подстава настоящая. Похоже это на Олимпиаду? Я когда олимпийскую медаль выиграл, я так не дышал. Как сейчас. Спасибо вам огромное, спасибо, это было блистательно. Олимпийский чемпион покидает нашу трассу, в то время как готовится к ней наш следующий участник. Он тоже знаменит, но в отличие от Артура не спортивными достижениями, а участием в громком скандале. Меня зовут Мингаев Ислам, мне 29 лет, родился в городе Грозен. У меня там же история была про СтопХам, там может вы увидели. Очередная акция движения СтопХам закончилась с неприятностями. Активисты движения попросили подъехавшую к магазину женщину переставить неправильно припаркованную машину. Однако женщине эта просьба показалась необоснованной и чрезмерной. Мама поругалась там и попросила меня приехать. Сюда к европейскому подъехать быстро. Я просто туда прилетел и начал с ними драться и кричать там все подряд. И через неделю они укладывают это видео и начинается просто жесть. По всем телеканалам, во всех газетах. Волна, короче, одна за другой. Тут укладывают, там укладывают возмущение людей во всей России. И мы нас выставили просто какими-то дикарями, которые не умеют себя вести. Мы просто сразу хотим всех резать. Это обернулось нехорошо для моей семьи. Главным нападающим, судя по видеоролику, оказался сын высокопоставленного чиновника. Мама у меня получила очень большой стресс. Отец у меня столкнулся с проблемами. А на тот момент, представьте, я был еще отчистлен с института. И скрыл это от своего отца. И отец читает эту газету и узнает из газеты, что я отчистлен. Он узнал, и он был вообще в шоке. Отец у меня бизнесмен. Всего добился сам. И сделал мне шикарное детство, шикарную молодость. Мне купили машину, меняли машины, квартиру, путешествия, карманные деньги. Ну, все, что молодой парень хочет, допустим, получить, да. Мне снесло башню. И в итоге у меня после моих отчислений, после многих проблем, всякие вот эти резонансы, которые произошли, отец уже говорит, ты социально опасный человек. Меня от всего лишили. Я год ездил на метро на маршрутке. И настало время для развития. Я очень захотелся порадовать своих родителей, чтобы они могли моего гордиться. Я поступил в Российский университет спецназа в Чечне на курс молодого бойца. И очень хорошо прошел четырьмя сертификатами. Оттуда я понял, что я могу. Что я могу. Вот и праздник бежит к нам. Серьезный мужчина надвигается. Все думают, что я там скандальный, известный, опять неприятности и все в таком духе. Но я хочу показать всем, что во мне есть не только эта сторона, что я могу хорошо выступить и составить конкуренцию серьезным атлетам. Нормально же звучит, да? Скандальный, известный. С 15 суперю нельзя. Ислам, ты готов? Обратный отсчет! Поехали! Распек! Саша разбегается, но как-то... Прыжок! Воу, перелетел! Хорошо. Очень уверенно. Справляется. Ислам, давай, жги! Итак, чуть-чуть замедлился. Все-таки решил попробовать, попробовать. На упругость. Прыжок! С места сигает. Зацепился. Вот этот вот зацеп всего один сантиметр в высоту. И это безумно сложно удержаться на небоскребе. Что ж, он переходит к ловле кольца. Старается распрыгаться. Старается, старается. Пока что не получается. Необходимо прыгать ровно по центру и сделать несколько таких распрыгивающих прыжков. Посмотрите, не сразу справляется и теряет драгоценные секунды. Напоминаю, время фиксируется на каждой контрольной точке только тогда, когда светящееся кольцо помещается на пьедестал. И он все еще его не схватил. Да, да, да! Давай пять! Я напоминаю, что самое главное – кольцо не упустить в воду, а то репутация будет подмощена. Переходят к воздушной переправе. Мы уже видели, как другие участники безуспешно пытаются пройти это испытание. Здесь не только сила и выносливость. Здесь нужна четкость исполнения каждого действия, каждого движения. Ай, да, красавчик! Хорошо, хорошо. На второй половине переправы. Здесь еще несколько колец, через которые нужно перебраться. Хорошо размахиваясь, хорошо раскачиваясь. И потом в прыжке с заключительного кольца сорвать! Да! Хорошо, хорошо. Настоящий хавказский парень у нас. Что он творит? Как легко и непринужденно он это делает. Идемте дальше. Около двух минут потребовалось Исламу, чтобы добраться до четвертого испытания. Крайне, крайне сложного. Удивительно, удивительно, что творится. До этого этапа не доходят многие спортсмены. А Ислам спортом не занимается от слова вообще. Как я. Смотри, что делает Ислам. Он сейчас закатывает штаны, чтобы получить чуть больше сцепления, чуть больше трения создать между кожей, своих коленей и ног и шестами. Сейчас увидим, как он будет справляться, потому что обратного пути уже нет. Обратно на платформу возвращаться уже нельзя. Ох, друзья, друзья. Бамбуковая роща это очень... Держись, Ислам. Практически упал. У меня сердце остановилось. Друзья, Бамбуковая роща очень коварное испытание, потому что на середине заканчиваются те самые островки безопасности, на которых можно отдохнуть атлету. Вот сейчас в переводе дух Ислам остается один шест с платформой для ног. Но есть ряд других шестов, на которых ее нет. Вот сейчас один из них... О, есть! Соскальзывает, соскальзывает, соскальзывает! Хватает следующий шест! Так, выбирает другой маршрут. Навигатор, видимо, показал, что надо сворачивать. Но нет, нет, нет. Нервничать начинает Ислам с того шеста. Не дотянуться до шеста островков безопасности. Ой, чок! Что это за техника? Что это за техника? Я впервые такое вижу! Вы еще не видели такого! Что ж, весь Грозный сейчас с замиранием сердца наблюдает за каждым твоим шагом. Конечно, нужно попытаться добраться как можно дальше. Кольцо у него в руках! Хорош! Снова использует какую-то нестандартную технику, Дим. Воу, 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 воу! Все, последний шест и следующая контрольная точка. Держись, 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 держись! Из последних сил давай и стоп! Посмотрите, как поддерживает Ислама публика! Гол! Вот теперь, Дим, вот теперь отец может гордиться своим сыном, потому что это было что-то невозможное, невообразимое, друзья! Молодец! Я такое видел впервые! Это было что-то вау! Что ж, впереди парящие болты! Препятствия, на которые сегодня еще не ступала ни одна нога человека. Это несколько платформ, между ними канаты, а также пропасть, которую нужно преодолеть прыжком, сорвав кольцо на весу. Пусть слава уже начинает, несмотря на то, что он крайне устал. Посмотри, вот сейчас, будучи на первой платформе, на парящих болтах, он может немного перевести дух. Здесь уже время не так важно. Я правильно понимаю? Стоит вообще, я не понимаю. Отдыхай! Да? Перед ним следующее испытание. Два каната, один длинный, другой короткий. Короткий дает меньшую амплитуду, в этом и сложность. Ему надо перемахнуть на следующий пол. Держи! И он уже... Держи! Держи, держи, брат! Да! Держи! Мы уже видим его, почти рукой можем докоснуться, Дейслава. Остается совсем чуть-чуть. Друзья, какие-то удивительные чудеса происходят в минеральных водах, потому что человек, который не занимается спортом, сейчас оставляет позади профессиональных спортсменов. Браво! Итак, он будет брать разбег, нужно совершить прыжок и одновременно схватить кольцо. Давай, давай. Да! Да, 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 да! Ислам, ты кто такой? Да, вот и сделал! И этот парень не занимается спортом? Он, чтобы вы понимали, это он, вот он, два месяца он этим занимается. Все остальные этим всю жизнь занимаются, все участники. То есть, можно сказать, что он любитель? Он даже не любитель, он новичок, в общем. Четвертая контрольная точка пройдена, а это значит, что перед ним только одно единственное препятствие – это противоход. И он будет на вершине с ума сойти. И это только начало отборочного этапа. Ислам, Ислам, я напоминаю, три попытки есть. Давай, забегай к нам играючи. Сядь, посиди, отдохни. Ничего страшного. Исламу нужно стремиться попасть на самую вершину. 35 градусов наклона, более 6 километров в час. Это движение траволатра против него. Давай, 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 давай! Да, да, да! Да, 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 Кальзонов и не стал! Вот он, первый участник сегодняшнего дня, который добрался до вершины. Давай, давай к нам, брат! Что за кавказский герой! Что за кавказский красавец тут у нас! Брат, мы тебя поздравляем искренне! Поздравляем, Ислам! Переводи дух! Аплодисменты, ребята! Кстати, очень даже странно осознавать, что меня сейчас снимают не по причине какого-то ЧП. Я очень этому рад. Все твои родня, твой отец могут тобой гордиться. Всем спасибо, и вам тоже. Спасибо, Ислам! Мы очень надеемся увидеть тебя в полуфинале, но придется подождать, пока пройдут отборочную полосу остальные участники сегодняшнего отбора. На пропасть, брат! Не надо прыгать туда! Не надо! Все, в обратную сторону, вот здесь лесенка. Что ж, Ислам, искренне хочу тебе спасибо сказать за такое невероятное прохождение. Отец может тобой гордиться. Что ж, уважаемые дамы и господа, шесть атлетов уже позади. И только один смог до нас с Васей дойти. И самое главное, он не является профессиональным спортсменом. Смотрим дальше. Остается все меньше атлетов. Следующая участница впечаталась в нашу память в прошлом году в проекте «Русский ниндзя». Потому что она буквально впечаталась в одно из препятствий и получила травму. У меня было достаточно жесткое падение. Запомнилось именно оно. Наверное, одно из самых жестких за все отборочные. Было очень не по себе от того, что я вот упала прямо на первом. Потому что я знала, что я могла пройти как минимум еще два, три, пять препятствий. Но вот после проекта мне начали писать люди, которых я вот даже не знаю. То есть из моего села мне начали писать люди, что мы тебя видели, к моим родителям. Вот они приходят в магазин и говорят, а это ваша дочка выступала там-то, там-то. Все, что я тогда испытывала, это был стыд. Потому что на меня, в меня верили люди. Много кто смотрел, много кто ждал, а тут вышло как вышло. Дарья сегодня здесь, на проекте Супер Ниндзя, чтобы взять реванш. Что ж, поприветствую. Дарья Данилевская, Самара. Она жизнерадостна, она готова. Год прошел с того момента. Я уверен, что работа над ошибками и определенные выводы она сделала за это время. Я задала себе целью, что все. Меня это завело, меня это вдохновило. Потому что все, что было в прошлом году, это было большой ошибкой. Что я точно знаю, что я готовилась и очень много времени я на это отдала. Я переквалифицировалась немножко и начала ездить в различные залы, где как раз такие специализации по Ниндзе. Купила себе оборудование на детских площадках. Просто вешаешь это оборудование и тренируешься хоть чуть-чуть. То есть акцент пошел именно вот в эту сторону. Очищения боевые просто. Прям все, надо порвать. Вот прям все, все оставить на трассе и пройти дальше. Вижу цех, воду не хочу. Какая косища у нее. Просто гигантская, да, действительно. Дарья делает шпагат. Физически очень неплохо подготовлена. А сейчас она будет показывать, на что же она способна. Вставай, Дашенька, ты смотришь! Погнали! Начинает проходить Даша. Впереди взлетная полоса. Расбегается очень уверенно. Опа! Она уже прошла дальше, чем в прошлом году, Дима. Она прошла дальше одного препятствия. Там она завершила выступление прямо на первом. Давай, давай, давай. Долетай. Рассчитывает, рассчитывает. Накал страсти. Давай, перебирайся, перебирайся. Вот что значит работа над ошибками. И целый год времени на подготовку. Мы очень ждем. Друзья, друзья, очень уверенно Дарья идет вперед. Сейчас самое главное положить кольцо контрольной точки на пьедестал. И все будет чики-брики. Иначе никаких шансов. Да, да, да. Дашка, умница. Супер Даша идет к званию супер ниндзя. Но на пути еще несколько препятствий. А они очень тяжелые. Молодец! Молодец! Мы ждем девушку в полуфиналик. Сейчас будет самый сложный момент в середине, когда нужно перехватить обруч. И на нем, оттолкнувшись, перелететь через небольшую пробусть. О-о-о! Даша осталась висеть на обруче, потому что обруч подвешен за страховочный трос. Она кричит «нет!» Она кричит «нет!» Не хочет замочить репутацию. Несмотря на то, что Даша не упала в бассейн, она заканчивает свое выступление. Участников, которые не хотят в воду, можно понять. Ведь сейчас в Минводах температура воздуха всего лишь 6 градусов. Зрители на трибунах мерзнут. Атлеты, ожидающие старта, греются как могут. Мы с Димой стоим на ветру и срываем наши голоса. Пожалуйста, вот, 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 откровенно вам говорю, потом эти кадры вставьте на резку, как мы тут дрожим и умираем, чтобы люди понимали, что это не хухры-мухры, не игрушки какие-то. Это реально жесткий экстремальный проект. Экстремальный для всех. Да, для всех, даже ведущий подыхает тут. Но, несмотря на это, главное спортивное событие года продолжается. Даша добралась до платформы в сухой. Но не всем атлетам после нее это удалось. Препятствие воздушной переправы не далось логисту из Москвы Федору Милюкину. Затем на том же месте упала фитнес-тренер Екатерина Степнова. После нее в бассейн отправился Ковалев Егор. Да, повис! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Не повезло также адвокату из Новоалтайска Владу Борутенко. А вот работник МФЦ Рамзан Угаев из Саратова смог перейти переправу до конца. Но пока у него в руках нет светящегося кольца. Внимание! У него есть шанс запрыгнуть обратно на это кольцо, раскачаться и взять светящееся кольцо, подрузив его на 502-й контрольной точке. Увы, увы, увы! Что ж, уважаемые дамы и господа, 10 атлетов позади. И только одному удалось добраться до вершины, до нас. Поэтому, возможно, нам придется добирать других участников в полуфинал согласно тому, сколько колец они набрали на трассе. И в соответствии со временем прохождения нашей полосы препятствий. Что ж, совсем скоро мы узнаем, кто же будет супер-нидзя! И сейчас на трассу выходит Владимир Старцев из Уфы. У него нет особых спортивных регалий, но на нашей полосе все в одинаковых условиях. И титулованные спортсмены, и простые работяги. Владимир Старцев как раз из последних. Работу монтажником. Профессия моя – мастер строительства монтажных работ. Обустраиваем скважину, монтируем блоки, железобетонные плиты. Это все происходит руками. Блоки таскаем, копаем, выравниваем, варим, бетоном заливаем. Всякое такое разнообразие. Ребята узнали, не ожидали, что такие простые люди с нами работают, а тут такие раз, и тут поехал, по телевизору будут показываться. Мы будем смотреть болеть. Так подшучивали, может, с лопатой с собой возьмешь, с лопатой побегаешь. Просто не знаю, что я еще, кроме работы, у меня есть хобби. Это бег с препятствиями. И после работы хожу на турники, или же бегаю, и всегда в форме себя держу. На проект я пришел для того, чтобы показать, что простой человек, как я, который работает на стройке, может пройти эту трассу и стать суперизором. Подходит уже к самому началу, сейчас ускоряется. Ни одной улыбки сейчас не было, кстати, на его лице. Серьезный мужик. Сердце трясется, пульс бьется. Покажите, сколько? Сейчас, будет. 105 было недавно. Пульс 105! И Вова начинает! Давай! Ашкиря! Обратный отсчет! Поехали! Вперед разбег. И он уже на нашей полосе. Уверенно справляется со взлетной полосой. И переходит в небоскреб буквально за одно движение. Торопится. Он думает о времени. Чувствуется, что очень хочет, конечно, он в полуфинал. Он хочет оставить себе шанс, даже если не дойдет до конца. Но, тем не менее, пройти все контрольные точки с хорошим результатом. И первое кольцо у него в руках. Все! С первого раза! Три! Три уже этапа позади! Пока рекордное время показывает. Движется дальше. Тоже здесь решил не брать пау. Решил сразу попытаться справиться с воздушной переправой. Но воздушная переправа не прощает ошибок. Что ж, он берется за среднее кольцо. Сейчас посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Хорошо. Подтягивает руку дальше. Снова перехватывает. Слушай, с какой феноменальной скоростью идет этот атлет вперед. Не будем загадывать. Будет заскок. АПЛОДИСМЕНТЫ Так уверенно слушать. Владимир много в Уфе тренируется. Хотя он обычный парень. Посмотрите, что обычный работяга парень может сделать на одной из самых сложных трасс в мире. Что ж, он переходит к бамбуковой рощи. И справляется с ней с такой же феноменальной скоростью. Боже мой, Владимир! Удивительно, у него уже есть, видимо, свой какой-то подход, своя техника. Он выступает не первым сегодня. Он наверняка видел, как другие атлеты справлялись именно с этим препятствием. Сделал какие-то выводы. У него, наверное, есть какая-то тактика. И он ее придерживается. Господи, реально, реально. Что за скорость? Минимум у Сейнболт сейчас присутствует на прохождении нашей полосы препятствий в проекте Суперниндзя. Кольцо уже на нем. Две минуты прошло. Главное не совершить какой-нибудь глупой ошибки, чтобы в последний момент сорваться. Ему остается совсем немного. Самое большое расстояние. Но он уже с этим справляется. Что творит Владимир? Владимир, ясно, солнышко ты наше. Вот теперь мы начинаем по-настоящему, по-настоящему ждать того, что Владимиру удастся. И он станет еще одним спортсменом, который поднимется на вершину. Да, Владимир, мы тебя ждем. Впереди парящие болты. Вперед! Вперед! Сейчас с помощью каната ему надо перемахнуть на болт. И он справляется с этим. Дим, это только второй спортсмен, который добрался до этой стадии дистанции. И оба непрофессионалы. Ой-ой-ой, чуть не сорвался. Бежит, бежит, бежит. Опасный момент, друзья. Да! Есть, есть, есть. Что за день такой сегодня? Непрофессионалы выигрывают олимпийских чемпионов. Бежит. Как легко он вообще проходит нашу следующую плату препятствий. Восток. Один шаг, один шаг. Но какой сложный ему остается до финиша. Друзья, 3 минуты 20 секунд его время. А он уже забрал 4 кольца и буквально обеспечил себе место в полуфинале. Итак, первая попытка. Владимир, Владимир, три попытки. Пошел, 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 пошел. Так, 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 так. Борется. Борется из последних сил. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Да, да, да. Держись, держись. Да, держись, держись. Держись! Что творится? Я стучу по голове, я стучу по мониторам, я стучу по твоим шуткам, Дим. Что еще деревянное здесь есть? Он пройдет, он справится, я в это верю. Но сколько сил он только что отдал на дистанцию, это невероятно. Брат, всего две попытки осталось, давай к нам. Представляете, сколько, сколько сил. Мы оставили с Димой столько эмоций, только что, что я просто, мне тяжело дышать. Мне тяжело дышать и говорить. Если кто-то не понял, Владимир добрался до конца противохода, но противоход утащил его обратно. Вова, мы здесь, мы с тобой! Вторая попытка. Пошел, 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 пошел! Да, 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 не соверши ту же ошибку, не сдавайся! Давай, давай, давай! Не сдавайся, не сдавайся, не сдавайся! Да как-то! То же самое! Вова, Вова, передохни, передохни! Не торопись, у тебя есть последний шанс! Фу, я просто, я выдохся. Я первый раз такое вижу здесь. Он играет на наших нервах. Брат, давай соберись! Друзья, полнейшая тишина! Полнейшая тишина! Владимир, всего одна попытка. Вся страна с замиранием сердца следит за каждым твоим шагом. Все замерли, все молчат. Просто здесь такая тишина. Гробовая тишина на площадке. Пошел, 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 пошел! Давай, 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 еще, еще! Не сдавайся, еще, 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 еще! Ногами, 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 ногами! Нет! Давай, брат! Смотрите, что он творит! Это не человек! Это просто! Это супергерой какой-то, друзья! То, что сейчас творил здесь Владимир. Нам не передать словами. Вы видели все три его попытки. Он боролся до самого конца. Это настоящий герой. Его стойкости позавидуют чемпионы мира и Олимпийских игр. Я вас уверяю. У нас такие самородки просто в стране есть. Ноги подкашиваются. Надо тренировать ноги в горы, бегать побольше по горам. Не ожидал то, что на самом-то, кстати, почти легком препятствии не хватит сил в ногах. Но мне кажется, благодаря своему феноменальному времени Владимир отправится в 100% в полуфинал проекта Супер Ниндзе на СДС. Следующий наш участник – артист балета. И если вы представили себе стройную двеноногую девушку, то сейчас ваши ожидания сильно не оправдаются. Меня зовут Вадим Рзаев. Мне 40 лет. Я из Москвы. Я артист балета, педагог, хореограф. Также являюсь лауреатом международных конкурсов. За свою карьеру я не раз сталкивался со стереотипами, что артист балета – это не мужская профессия, что вы там все в трико, бегаете на пуантах. Почему это мужская профессия? Потому что это, в первую очередь, выносливость, сила. Я поднимаю людей своими руками наверх. Дисциплина, чувство преодоления своей боли, усталости. Танцевал и с травмой, и больной. У меня прямо на сцене случился разрыв мениска. Какой-то выстрел в ногу. Естественно, я дотанцевал. Это правило. Я не могу уйти со сцены. Как бы меня плохо не было там, я не могу уйти, не дотанцевав. Бывают такие моменты, когда у тебя уже просто легкий, хочешь выплюнуть. Но ты не имеешь права уйти. Зрители не видят очень многого. То есть мы не должны это показывать. Мы должны показывать легкость. А за легкость состоит очень тяжелый труд, как физический, так и психологический. Как артист балета Вадим Рзаев знает очень много позиций. Главное, что не пост. Но его в нашем проекте интересует только первая позиция. Я пришел на это шоу, чтобы прежде всего доказать себе, что я могу. Что мне не страшно. Мне страшно, но я иду в этот страх. Мне будет, что будет. Если ты уже сделаешь шаг, я считаю, ты уже победитель. Несмотря ни на что, я здесь. Меня отобрали все из всей страны. Мне кажется, я уже для себя победитель. Бежит, бежит к началу Вадим. Да, есть кто-то из балета показывает. Настоящий черный лебедь сейчас выйдет на нашу полосу. Посмотри на него. Вадим тот самый спортсмен, который хочет доказать всем, что носить трико для мужчин – это нормально. И оставаться мужественным при этом. И настоящим атлетом, и артистом. Вадим, ты давно был на балете, Дим? Судя по всему, совсем недавно. Я солист Большого театра. И это большое вранье. Что ж, он сейчас выходит на стартовую позицию нашей полосы препятствий. Главное, чтобы он не сделал фуету. Это хорошо сейчас было. Ну что, не будем тянуть резину в долгий ящик, как говорится. Сейчас мы начнем. Обратный отчет. Поехали! Сейчас элегантное, пластичным прыжком перелетит Вадим. И шпагат. Нет, не стал делать полушпагат. И шпагат в воздухе. Уверенно просто решил преодолеть первое препятствие взлетную полосу. Впереди небоскреб. Посмотрим, насколько сильны его руки. Скольких партнерш он удерживал этими руками в воздухе. Ты что, там партнерш кидать надо наверх. Вадим попадает в жидкую полосу неудач. Он падает вниз. Он спел свою последнюю лебединую песню на нашем шоу, потому что он не добрался до первой контрольной точки. И, увы, выбывает. Что случилось? Что случилось? Вывихнуло плечо? О, ребята, ребята, мне кажется, у нас травма на проекте. Сейчас шутки в сторону все. Помогите, пожалуйста, у нас вывихнутое плечо. Сейчас ставит, говорит. Стой, не трогай, не двигайся, ничего не делай. Боль в руке, он не может выбраться из бассейна, друзья. Ой-ой-ой. Это тот самый момент, который доказывает, что участие в нашем проекте – это не веселые старты, это не игрища. Это действительно сложнейшее спортивное мероприятие, которое так или иначе связано с риском. Мы желаем здоровья Вадиму, поскорее прийти снова в форму и заниматься своим любимым делом. Ниндзя-спорт – это экстремальный вид соревнований. И для обеспечения максимальной безопасности атлетов на площадке постоянно дежурит бригада скорой помощи. А на самой полосе за кадром находятся спасатели МЧС, чтобы в любой момент оказаться рядом в случае травм. Но несмотря на это, сюда, в Минводы, съехались атлеты со всех уголков нашей страны, потому что все они хотят получить титул Суперниндзя. Трасса великолепная. Я сюда пришел, я уже думаю, блин, это то, что мне нужно, это то, для чего я сюда ехал. Мне нужно туда попасть, и я готов просто очередь свою пропустить и уже рваться туда, но меня не пускают. Настала очередь участника из солнечного Дагестана. Он не только действующий спортсмен и двукратный чемпион республики по скалолазанию, но и вице-президент федерации по этому виду спорта. Я чувствую заряженность всех своих мышц, всего своего духа. Я готов здесь вырвать и показать на все, что я способен. Просто полмиказ. Молодец, красавчик! Если по чесноку, то я сюда не приехал воевать с кем-то. Есть, есть, есть! Я не приехал сюда побеждать или же доказывать, что я самый лучший или самый первый. Прыжок, отлично! Я приехал сюда показать, что из нашей республики есть вот такие ребята, как я. И, балл! Тоже занимаются скалолазами, которые очень любят этот вид спорта и хотят его продвигать. Да! И он справляется с этим препятствием! Я здесь для того, чтобы заявить о нашей федерации на всю страну. Что ж, все! Третья контрольная точка! Остаются численные сантиметры! Да! Вот что значит опытный скалолаз! Вот что значит член спорта Дагестана по скалолазанию! И он только третий спортсмен, который сегодня смог дойти до этого этапа. Я кончал Наталу! Смотрите! Один и другой короткий! Третья! 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 Т С какой лёгкостью он это делает! Как Человек-паук приземлился! Искандар! Искандар, мы ждём тебя здесь! Я победу, товара! Давай! Это звучало страшно! Это было угрожающе, но мы тебя ждём здесь, Искандар! Это звучало страшно! Боевую стойку встаём на всякие пожарные! Местами поменяться с тобой, Дим? Давай! Мы меняемся местами! На всякие пожарные! Просто с той стороны Искандар будет приближаться! Как мир с этой стороны по-другому смотрится! Вообще, друг, где я? Другими красками заиграла всё! Вся полоса! А сейчас затихает толпа, замолкает! Все просто затаили дыхание, ждут, когда Искандар начнёт своё восхождение к пятому кольцу, которое на вершине противохода! Давай, 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 давай! Давай, 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 давай! В середине он всё устаётся! Да! 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 Это герой! Да! 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 Аплодисменты для тебя! Мы увидимся совсем скоро в полуфинале! Давай, брат! Давайте, друзья! Поддержите его! Друзья, предыдущий атлет, который добрался до сюда, Ислам Менгаев, он прошёл нашу полосу препятствий на 20 секунд дольше! Поэтому Искандар сегодня пока что абсолютный чемпион! Это не просто Искандар, это заряд энергии какой-то, которая позволила ему пройти нашу отборочную полосу и отправляет его в полуфинал! А следующей участнице точно по зубам наша отборочная полоса! А почему ты так уверен? Дело в том, что Анна Иванова участвовала в проекте «Русский ниндзя-2021» и прошла отборочный этап! Но среди 11 прошедших этот этап атлетов она оказалась худшей по времени и не попала из-за этого в десятку полуфиналистов! Господи, я ничего обиднее в жизни не слышал! Что ж, Анна, я надеюсь, ты в этот раз выступишь намного лучше! В принципе, мне тогда было всё равно. Попала я в полуфинал, не попала. Я ехала за кнопкой. И я её нажала. Я своё прохождение хочу посвятить своей маме. У неё тяжёлый недуг. Я мечтала здесь это сказать. Как я её люблю! И что мы все шлём тебе лучики! Здоровья! Ты справишься и будешь здоровым! Мы тебя очень любим! АПЛОДИСМЕНТЫ В начале года 2021-го, получается, резко очень узнали о тяжёлом недуге. Это онкология четвёртой степени последней. Ну, уже метастазы были... Там написано, что метастазы у ворот печени. То есть, получается, что остался шаг до самого неприятного. Для всех это нас было шоком. Ну, для меня вообще, потому что я не знаю, что с этим как бы делать, куда бежать. Не передать словами, потому что это моя мама. И поэтому я решила поехать на шоу. Я решила это через себя, через спорт вот это всё пропустить. То, как я это понимаю, борьба вот эта. Я надеялась, что вот как-то это сработает, даст ей какой-то импульс. И это выстрелило. Через месяц или через два вышло это шоу. Мама увидела, и всё, просто произошёл какой-то взрыв. Тепло шло со всей России. Позвонило очень много человек. Люди, знакомые, незнакомые стали ставить свечки. Они ходили в церкви. Это... Всё, у меня просто как слёзы счастья. Вот как так вот? Я не знаю человека, и так вот случилось. У мамы появилась энергия, она захотела жить. И действительно, болезнь, можно сказать, отступила. Больше неактивная эта болезнь. Мама максимально водра, весела. Хочет жить. Столько километров сейчас бегает там за ягодами, за грибами. Я на раз столько не пройду. Я рада, что вдохновила её. И сейчас она здесь. Она снова будет за меня болеть. Это уже всё, это уже победа. АПЛОДИСМЕНТЫ Анька! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Анька! Мы ждём тебя здесь! Аня, мы ждём тебя здесь! Не будь одиннадцатым в этот раз! Первый! Первый! АПЛОДИСМЕНТЫ Я приехала на шоу Суперниндзя для того, чтобы поставить точку. АПЛОДИСМЕНТЫ И взять реванш. Ведь всё-таки тогда была нажата кнопка, но недосказанность осталась. И я сейчас хочу сказать своё слово. Быть в финале, где мне и положено быть. АПЛОДИСМЕНТЫ Волнуетесь? АПЛОДИСМЕНТЫ Очень! Очень! Ну я в неё верю, она сильная! АПЛОДИСМЕНТЫ Я уверен, сегодня она покажет нам что-то особенное. АПЛОДИСМЕНТЫ Как женщина-кошка, она взлетает! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Налетела, я на секунду подумал, что нет, всё, это конец. Но она показала мастер-класс. Когтями вцепилась кромку этого небоскрёба. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас будет стараться взять светящееся кольцо. Что ж, первое кольцо у неё в руках. С первого раза, с первого! АПЛОДИСМЕНТЫ Это контрольное время, неплохое, между прочим. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас будет очень тяжело, многие мужчины ошибались и падали в воду на этом препятствии. Посмотрим, как справится Анна. Затаили дыхание просто, все ждут. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, среднее кольцо, она приходит в среднем кольце. Раз, молодец! Молодец! АПЛОДИСМЕНТЫ Причём очень странный, сложный хват у неё был. Очень сложный. Боком она перелетала эту дистанцию. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Всё, она отпустила руку, и она уже у следующего кольца. АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, самое главное не допустить сейчас ошибку. Закрутила её из стороны в сторону. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Папуковая роща покорялась сегодня единицам. И, возможно, сейчас покорится наша Ларри Крофт из Санкт-Петербурга. Самое главное не соскользить. Не соскользить и брать правильный импульс от предыдущих шестов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Нужно немного раскачаться, чтобы иметь эту возможность. Она пальцами, кончиками пальцев трогает. Миллиметров не хватает, господи! Ей нужно подсказать. Вот, наконец-то! Наконец-то она понимает, что нужно раскачаться. Да, да, да! Она достала! Какое упорство! Сойти с ума можно! Аня, не спеши спокойно! Уже она движется вперед. Вот следующий шест тоже имеет эту платформу для ног снизу. Но она находится намного ниже. Поэтому следующий шест будет сложнее перехватить. Ведь дистанция будет больше. Впереди еще большая часть бамбуковой рощи. Не стоит расслабляться, не стоит разжимать ягодички. Смотрим дальше. Взбирается на самую вершину. Шеста, где нет платформы. И перебирается дальше. Умница! Неужели она станет первой девушкой, кто дошел до этого этапа? Мы будем кричать, вопить и верещать, как пятилетние девочки! По ее лицу видно, что подустала девчина. Посмотрите, что девушка, мать троих детей, вытворяет просто на нашей трассе. Мать троих детей? Да, да, да. Представляешь? Держи, держи кольцо. Держись! Вау! Есть! Друзья, тут момент истины. Дотягивается. Дотягивается. Молодец! Неужели она переберется на платформу? Сейчас самый сложный. Так, давай, давай, сейчас чуть-чуть, оттолкнись! Да, да, да! Оттолкнись! Да, 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 да! Первая девушка, которая добралась до третьей контрольной точки. Молодец! Я с вами полностью согласна! Да, она вообще! А, да! Я хочу от тебя детей! Осталось совсем немного. Варящие болты, три платформы, три каната и прыжок Веры. Так, первый болт под ней! Давай, давай! И так, осталось немного. Два каната. Один чуть длиннее, другой короче. Сейчас! Держись, держись! Здесь садились за всех сил! А, нет! Нет! Я уже вещу! Я уже вещу! Она еще даже не прошла эту... Ребята, какой опасный момент был! У меня... У меня весь дух в пятки ушел! Внимание, тишина полная! Прыжок Веры! Надо схватить кольцо! Да! Это прыжок Анны! Это прыжок Анны! Мы так и назовем! Анька! Анька! Мы хотим от тебя детей! Анька! Ты шикарна! Ей уже трое она показывает имя. Пять! Погнали! Будет еще два, да, ладно. Давай! 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 Мама, все получится! Итак, вот он, момент истины! Пошла, 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 пошла! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Давай! Давай, давай, давай! Иди сюда, золотая ты наша! Иди сюда! Господи, господи, Ань! Ань, привет! Вот здесь и сейчас второй раз! Все! Друзья, на ваших глазах это произошло, друзья! У меня такое сейчас дежавю, Ань, ты не представляешь! Я поздравляю тебя, привела дух! Хочешь сказать несколько слов многомиллионной армии телезрителей канала СТС? Если кто-то смотрел прошлое, вы, наверное, о себе помните, что я говорила. А теперь моя мама здесь сидит, она все это видела. Маме привет! Какая она сильная! Я не знаю, ее как будто бы ведет что-то космическое. Но теперь я все доказала! Я должна быть ее в полуфинале, блин! Друзья, и самое главное, самый вот вкусный момент! У нее еще и лучшее время за сегодня! На пять секунд лучший эскадара! Магия творится сегодня! Магия! Просто сапог супернидзя не спасла нам таких шикарных атлетов! Это не может не трогать! Здесь все по-настоящему! Здесь все по-настоящему, друзья! В достижении своих целей нашим спортсменам помогают упорство и изнурительные тренировки. Но достигать желаемого можно гораздо проще, когда есть карта халва. В ней столько преимуществ! Рассрочка на целых 18 месяцев и неслабый кэшбэк до 10%. Мощное сочетание! Не ждите! Сканируйте QR-код и оформляйте такую же! Это суперниндзя на СТС! Невероятные дуэли сильнейших атлетов мы увидим уже сегодня в полуфинале. А пока продолжаем отборочный тур. Сэмюэл Эл Джексон, Кристоф Вальц, Леонид Броневой. Все эти звездные актеры получили свою первую большую роль только после 40 лет. Думаю, эти примеры должны помочь не терять веру в себя 37-летнему актеру Тимуру Бурину. Участие в шоу «Суперниндзя» возможно. Это та самая советная его главная роль. А я вот придумал, что я люблю классику. И несколько раз ходил на кинопробы на роль Александра Сергеевича Пушкина. Я подумал, а почему бы наше все, чтобы в образе Александра Сергеевича пройти эту полосу препятствий? Вот посмотрим, справится ли он, будет ли муза, который его поддержит. Или полетит все в тар-тар-ар-ы. Три, два, один! Поехали! На сбег! Есть приземление! Впереди небоскреб. Он такой же высокий, как и его цилиндр. Давай, Тимур, давай! Сейчас сам себя настраивает на этот прыжок. Цепляется, молодец! Молодец, Тимур, показывает, что и среди актеров есть настоящие атлеты. Посмотри, он так выше в таком костюме, у него еще и кудри. Хочешь сказать, его волосы, как черная стружка. Александр Сергеевич Пушкин. Похож, кстати, похож. О-о-о! Ай, да Пушкин! Ай, да красавчик! Первое кольцо отправляется на первый пьедестал. Время, конечно, не самое лучшее, но неплохое. Дальше воздушная переправа. Тимур, 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 Тимур! Поддерживает его трибуны. Уже, уже преодолевает воздушную переправу сейчас. Так, он переходит к среднему кольцу, к самому коварному. И раз! Есть! Есть! Перелет! Молодец! Вау! Опасно, опасно! Давай, давай, давай! Тянись к красному заветному колечку! А вы помните, что каждая лишняя секунда, проведенная на воздушной переправе, это еще несколько тех самых сил, ключевых, которых может ему не хватить в самом конце этого препятствия. Раз! Да! Светящееся кольцо в его руке! Что ж, две контрольные точки у нашего Александра Сергеевича позади. Вы че кричите? Надо кричать «Монифик!» Монифик! 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 Кроме нас никто не знает французский, Дим, потому что наши трибуны слишком заняты тем, что они поддерживают нашего спортсмена. Давай, давай, давай! Прям особо не наклоняясь на шесте, подтягивает следующий уже к себе поближе и перебирается на него. Он перебирается с одного попуга на другой с какой-то предельной для человека легкостью. Что же дальше ты покажешь нам? Давай! Смотри, как высоко он запросил! Он пошел по быстрому пути, он решил срезать немножечко. Смотри. Димур! 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 Не отдыхает, собирается. Господи! Это серьезная заявка, если все-таки хватит сил. Он уже у цели, друзья, он уже у цели. Какие эмоции сейчас на трибунах, а его друг, который пришел его поддержать, вообще сейчас рыдает. Друзья, один жест, один жест остался до следующей контрольной точки. Да! Эти пробы он проходит очень успешно. Вот-вот ему предложат главную роль, я в этом не сомневаюсь. По ощущениям каждому атлету все новому и новому, все проще и проще проходить эту полосу препятствий. Не надо, не сгласьте, не сгласьте. Давайте проним, проним, давайте. Добой! 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 Впереди парящие болты, сначала канат. Посмотрите на элегантность. Действительно, я вот каждый раз не устаю удивляться этой элегантности и играться. Тимур, а ты точно актер? Это какой-то супер актер. Так, сейчас самая сложная часть, два каната. Так, хватает за короткий канат. Необходимо грамотно перелететь. О, это первый раз мы такое видим. Вы должны это слышать, друзья. Все трибуны сейчас говорят, молодец, потому что он действительно большой молодец. Я справлюсь. Это не трибуны, это зрительский зал, который говорит «Браво» твоему выступлению. Это было шикарно. Заряд адреналина, драйва. Я прям в восторге. Мне очень понравилось. Чувствовал, что вот эти вот силы физически уже на исходе. Не успел я, не смог как-то удержаться за второй канат. Прям... И бультых. И бультых, сказал Пушкин. В любом случае, Тимур, у тебя все еще есть шансы пройти дальше, потому что три контрольные точки – это заявка на успех. Напомним, десятка лучших формируется из атлетов с наибольшим количеством колец. Возможно, трех колец, которые собрал Тимур, будет достаточно, чтобы попасть в полуфинал. А вот у старшего прапорщика Анастасии Конопко, напротив, шансов попасть в следующий этап, нет. Ведь она так и не смогла добраться до первого светящегося кольца. Держи! Ай, чуть-чуть! Чуть-чуть! Ноль колец и у монтажника радиоэлектронного оборудования Людмилы Гемодиевой. Держи! Ай! А она даже не потянулась наверх! Туда совершенно! А вот следующий участник, менеджер по продажам Александр Григорьев, вышел на трассу со своим кольцом. Хочу сделать предложение на шоу. И она будет на шоке. Не пропустите! Мы продолжаем отборочный тур проекта «Суперниндзя» здесь, в Минводах. И следующий участник, менеджер по продажам Александр Григорьев, вышел на трассу со своим кольцом. У меня есть девушка, ее зовут Кристина. Хочу сделать ей предложение на шоу. Давай, все получится! Кристина, конечно же, не в курсе. И она будет, наверное, в шоке. Я занимаюсь боксом очень плотно. Играю в футбол. Ниндзя спортом я еще не занимался. Я, в принципе, в таких проектах ни разу не участвовал. Чувствую внутри какую-то дрожь. Давай! Кристина будет стоять там, ждать меня. Будет 100% супер меня мощно поддерживать. Это как раз мне поможет пройти трассу. Последний шест! Последний шест! Момент истины, друзья! Так, 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 так! На платформе! Друзья, ай да менеджер по продажам! Ай да молодец! Обрати внимание, его девушка просто плачет, стоит, смотрит на него. Неимоверно поддерживает его изо всех сил. Передает просто всю свою энергию, все эмоции ему. Попробуем! Попробуем! Так, ооо! Что происходит? Ооо, удержался! Фу! Так, ты жива? Да, да, да. Молодец! Смотрим дальше. Александр продолжает проходить. Сейчас два каната. Ему еще нужно приземлиться на платформу перед ним. Ой-ой, смотри, смотри. Он пытается ногой дотянуться до платформы, чтобы подтянуть себя. Давай, давай, давай! А-а-а! Давай, еще, еще, не отпускайся! Он пытается себя удержать. Нужно чуть ниже перехватить руки. Не отпускайся! Сколько можно? Сколько можно в нервах играть? Давай еще разочек! Держись! Да! Нужно перелететь с одной платформы на другую и по пути захватить с собой кольцо. И он уже будет у четвертой. Контрольный. Точки! Ну что, последнее препятствие противоход! Да, да, да! Да, да, да! Три попытки на прохождении. Первый из них вот-вот начнется. Противоход, давай! Александр бежит по противоходу. Двигается вперед. Давай, все! Да! Есть! Александр здесь, на вершине. Отборочная полоса пройдена успешно. Судя по всему, Александр взял сегодня с собой главное вдохновение. Друзья, это четвертый атлет, который уже сегодня добрался до самой вершины. А это значит, что у нас осталось всего шесть вакантных мест в полуфинале. Давайте, спортсмены, рвите все части своего тела, чтобы добраться сюда! Да, мы ждем! Я тебя очень сильно люблю. Да, я сильно. Хочу предложить, точнее спросить у тебя руку и сердце. Стоп, стоп, стоп! Что происходит? Вот это финал! Еще один шок! Вот это финал! Еще один шок! Вот это финал! Вот это финал! Выдержи меня. Она сказала «Да!» Она согласна! Друзья, это единственный спортсмен в нашем отборочном этапе, у кого было не пять колец, а шесть! Но шестое кольцо он отдал своей любимой девушке. Мы их поздравляем! Совет на любовь! АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, у нашего следующего героя, роуп-джампера Николая Гайдукевича, жизнь просто неимоверно разнообразна. АПЛОДИСМЕНТЫ У него были и подъемы на десять тысяч метров, и падение с пятидесятиэтажного дома! Три, два, один, давай! АПЛОДИСМЕНТЫ Я живу полной жизнью. Я прыгал с мостов, с недостроенных зданий, прыгал с трубы 140 метров и специальных вышек как раз-таки для роуджампинга. Мне кажется, единственное, за что Николай переживает, не покажется ли ему наша полоса препятствий слишком скучной? Хочешь спойлер? Нет, не покажется! АПЛОДИСМЕНТЫ На самом деле ничего сложного в этом нет, нужно просто расслабиться и быть в моменте, чувствовать каждое свое движение, контролировать себя и свое тело. Меня будет мотивировать моя уверенность, я действительно спокоен, концентрирован на то, чтобы дойти до конца. Друзья, четвертая контрольная точка уже в кармане у нашего героя Николай! Ох, как же я волнуюсь! Хотелось бы обнять Уральца! Я думаю, что сейчас у него сердцебиение на уровне где-то 60-70 ударов в минуту у нас с тобой сколько? Я думаю, около 150 у тебя, около 180 у меня все-таки, у меня более спортивное подготовленное сердце не бьется. Давай, двигайся, двигайся, двигайся! О, держи, держи! Останавливается! Держи, 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 держи! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Ну, продолжай идти! Что происходит? Он добрался до вершины, ты видел, он упал в середине и попол. Что творится? Что творится сегодня, друзья? Я не верю своим глазам! Молодец! 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 Очень крутой результат! Николай, поздравляем! И отбил мне руку, я так скажу. Передашь привет кому-нибудь, Николай? Да, я хочу передать привет своим родителям, которые сейчас находятся очень далеко, Сахалинской области, остров Сахалин, город Паранайск. Мама, я тебя люблю, папа тоже. И хочу поблагодарить свою девушку, Ксюшу, и моих друзей, Виталию и Таню, за то, что они приехали поддержать меня в этот момент. Спасибо! Друзья! Уважаемые телезрители! Это конкретный пример, что надо идти вперед, несмотря ни на что. На противоходе в середине он упал. Мне кажется, на секунду промелькнула мысль в его голове, что можно было бы сдаться. Но он эту мысль отодвинул, пошел дальше, и вот он здесь! Он прошел сложнейшую полосу препятствий в мире! Коль, эти аплодисменты для вас! Увидимся в полуфинале! АПЛОДИСМЕНТЫ Николай Гайдукевич стал пятым участником, который собрал все кольца. И на данном этапе уже можно точно сказать, что для тех атлетов, кто занимает первую половину таблицы, места в полуфинале гарантированы. Потому что на трассу осталось выйти лишь пятерым спортсменам. Чтобы и им стать полуфиналистами, достаточно собрать хотя бы четыре кольца. АПЛОДИСМЕНТЫ Наш следующий участник – действующий военнослужащий российской армии. Он привык жить по графику и в строгой дисциплине. Что ж, давайте посмотрим, есть ли в его расписании победа в шоу «Суперниця» на СТС! Встречайте! Ярослав Кузнецов! Санкт-Петербург! Занялся чем-то, нужно по-любому показывать результаты. В армии есть такое понятие, как сдача физической подготовленности своей. И там есть такие нормативы, как бег три километра, бег сто метров, подтягивания, выход силы, челночный бег десять по десять, плюс прыжки всякие разные есть. Я стремился быть лучше во всем. Я сдаю нормативы лучше всех среди всех офицеров, даже и курсантов, умудряюсь становиться первым. Я чувствую, что у меня внутри такой спортивный характер, и я должен, вот чем я занялся, там я по-любому должен побеждать. Потому что нравится, нравится быть первым. Ярослав выходит к старту. Снова те же самые шесть препятствий. Поехали! Прыжок! Опа! О, держись! Удержался! Он удержался! Да, он остановился! Чем он остановился? Чем? Он тем самым остановился. Тормознул, так сказать, тормознул. Но дальше он не тормозит, он идет вперед. Одна ошибка уже была. Ему уже нельзя ни в коем случае совершать повторных ошибок. Друзья, причем ошибка, которую он исправил. Честно говоря, после такого большинство спортсменов оказываются в воде. Срывает кольцо! Красавчик! Получилось! Давай пять! У нас получилось! Первая контрольная точка сейчас будет пройдена. Есть! Ребята, с какой скоростью он это делает? И я тоже не буду смотреть. Пусть он смотрит. Итак, переправа, середина переправы здесь нужно перепрыгнуть. Молодец! Мастер-класс, как успешно можно проходить эту часть. Показывает. Немного закрутило из стороны в сторону, но он выправляет свое движение. Красавчик! Красавчик! Еще и показывает всем! О! Как могу! Успевает победным скинуть руку. Не рано ли он это сделал. Воронил! Воронил! Господи! Он уронил кольцо! Вот что значит мгновенная карма. Поспешишь, людей насмешишь. Вот надо было всем показать. О, смотри, что могу и показал, что может. Все-таки он на одном из лучших шоу на российском телевидении, друзья. Надо было немножко показать себя. Мне в ушко говорят, почему одно из лучших. Лучше же. А просто СС снимает огромное количество проектов, поэтому одно из лучших. Но мы снимаем именно этот Дима, поэтому он лучший супер-ниндзя на СТС. О! Предложение о работе новое. Ха-ха-ха-ха! А-а-а! Ни хрена тебе! То, что случилось. Город Минеральные Воды. Самая сложная полоса препятствий в мире против сильнейших атлетов страны. Продолжаем отборочный тур. А-а-а! Да ладно! Ни хрена тебе! Как так? Да ладно! А-а-а-а! Повернись сюда! Все посмотрите! Это мой родной город! Его даже нету на карте! Я встретилась со своими друзьями, с которыми мы учились в одной школе. Я так счастлива! Все! Кто бы там ни был, вы победили! Руслан Алисалтанов, Губкинский! Это мой земляк! Бежит сюда! Да-а-а! Возможно, зрители СТС узнали его в шапку. Посмотрите на него! Вперед! Я верю тебе! Руслан Лыжник из Дагестана. Он уже участвовал в шоу «Русский ниндзя» на СТС, но не смог победить. Я сегодня выхожу в Папахе, чтобы меня узнали еще раз, не забыли про меня. И хочу отдать дань своим дагестанским корням, хоть сам родился на севере. Так сложилась судьба, что я начал заниматься шести лет лыжными гонками, несмотря на то, что родители у меня с Дагестана. И отец как раз переехал в возрасте 24 лет, так же, как мне сейчас, приехал на заработки. Остались, приезжали на год заработать денег, а в итоге получилось, что на 30 лет. Так как родовое село находится в Дагестане, душа все равно тянется в родные края, и мы очень часто ездим туда отдыхать, несмотря на то, что можно посещать другие места, но мы вот выбираем родину. Если получится так, что я выиграю главный приз, я потрачу его на покупку дома для родителей, и мы будем жить вместе, так как у нас так принято. Ох, это шапка! Снимет он ее или нет? Поехали! Снимает и начинает проходить! Он в прекрасной физической форме и прекрасно готов! Давай, давай, стоп! Разбег, крыжок, отлично! Так, зацепился за небоскреб! Стоп! Хорошо! Идем его дальше! Что ж, посмотрим, справится ли он с воздушной переправой. Тут ситуация очень сложная. Надо применять всю свою силу и ловкость, и с помощью колец преодолеть пропасть! Дальше самая главная и самая опасная часть. Сорвать нужно кольцо и удержать его, не уронить в воду. Так эффектно справляется с нашими пипятствами! Держи! Держи себе кольцо! Чудесное спасение какое-то сейчас было, друзья, вы это видели? Була картин мне срочно! Пожалуйста! Просто как и футбольный вратарь, который мяч на ленточке самый остановил! Сейчас Руслан останавливает полет кольца к обрыву! Нервы Дима уже не выдерживает! Мои уже на исходе! Ребята, мне скоро нужна будет реанимация! Донеюсь, до этого не дойдет, потому что Руслан будет хорошо справляться с предстоящими препятствиями! Ой-ой-ой! Доками подтягивает к себе следующий шеф! Слушай, это же выглядит как большие лыжные палки! Согласен! Он уверенно и крепко умеет их держать, поэтому определенное преимущество точно имеет! Что ж, давай, давай, брат! Руслан, мы тебя ждем! Не торопись! Передохни, если устал! Здесь немного решил отдохнуть! Продолжает удерживать левой рукой! О, видел, он по окружности дал себе импульс! Хорошо! А сейчас оттолкнулся, посмотри! Браво! 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 Это шикарно! Это шикарно! Что творит этот прекрасный молодой человек! Что ж, последний, последний шест у него в руках! И он перебирается на нашу платформу! Браво! Браво! Друзья, три светящиеся кольца! Это заявка на прохождение в полуфинал! Дальше парящие болты! Ой-ой-ой! Что же творят сегодняшние атлеты? Я вообще не могу поверить своим глазам! Какой-то калейдоскоп эмоций мы сейчас испытываем! О, ударился! Держись, держись! 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 Переносит вес тела! Он уже там! Ударился! Друзья, вы понимаете, что я все слова уже просто выбросил от себя? Они кончились! Не хватает слов восхищения! Потому что каждый атлет показывает что-то уникальное! Смотри, как высоко он берется за канаты! Ой-ой-ой! Это высокий ответ за первого раза не получается! Есть! Со второго раза справляется Руслан! Хорош! Хорош! Давай, колечко отправляй на пьедестал! Он показывает, что крутится кольцо из-за ветра! Молодец! Тем не менее, он справляется с этим! И он уже у заключительного препятствия противоход перед Русланом! Давай, Руслан! Будьте поверим! Протирает сейчас подошвы своих кроссовок! Готовится и вообще немедленно! Он идет вперед! Давай! 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 Замедляется в середине, но продолжает работать! Так уверенно! Так уверенно! Да! 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 Руслан на вершине заслуженно срывает кольцо и помещает на пьедестал! Вот так вот играющие! Поздравляю, брат! Привет, Руслан! Рад видеть! У меня снова дежавю! Ты снова здесь! Друзья! Друзья! Важный момент! Важный момент! Это лучшее время с огромным отрывом, которое атлеты показывали на нашей отборочной полосе! АПЛОДИСМЕНТЫ Потрясающе! Убери меня там! Да! Что ты хочешь сказать, брат? Я хочу в первую очередь поблагодарить своих родителей за их воспитание, за то, что они все делают для нас, для нашей семьи, и поблагодарить всех участников, которые поддерживали меня сегодня! Я чувствую ваш заряд огромный! Ассаламу алейкум! АПЛОДИСМЕНТЫ Мы уже можем уверенно сказать, увидимся в полуфинале! Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Может здесь подождать брата? Здесь подождать брата? А он следующий? Да, брат, следующий! Все, дождемся и брата сейчас! Кто из вас старший? Я, на 5 лет! Все! Распутают! Нет шансов облажаться! Обычно как, младший равняется на старших, в нашем случае, скорее всего, наоборот. Я равняюсь на Руслана, как именно на хорошего спортсмена. После шоу «Русские нельзя» в нашем небольшом городе брат стал настолько популярным человеком, что его узнавали просто в каждом дворе. Так как мы с братом немножко схожи, частичка этой популярности перепала и на меня. То есть так же люди подписывались в социальных сетях, так же, не знаю, в городе, когда меня видели, люди поздравляли. Но мне приходилось отнекиваться, потому что чужая слава мне не нужна. Я говорил, что это был не я, а мой младший брат. И в тот момент многие у меня спрашивали, а почему ты не принимаешь участие? И это тоже было такой причиной, почему я вот решил именно прийти на проект и попробовать свои силы. Приехал на кастинг, прошел его. И вот я тут с вами. Стоп, если они пройдут в полуфинал оба, они могут друг на друга попасть, и тогда это будет братская дуэль, друзья. Ой-ой-ой. Только в проекте «Суперниндзя» на СТС вы можете видеть такое. Ждем результатов прохождения Гасана. Старт, да, начинает разбег, прыжок, уверенно перелетает Гасан. Дальше будет небоскреб, разбег, отталкивание от платформы, прыжок. Да! Друзья, соревнование между братьями сейчас идет. Руслан и Гасан. Один добился успеха, сейчас посмотрим, чего же добьется второй. Это блистательное, уверенное прохождение. Итак, сейчас третье препятствие – воздушная переправа. Очень важно не совершить какой-то глупой, обидной ошибки, которая может стоить ему место в полуфинале. Начал прохождение. Первые два кольца позади. Сейчас сама переправа у него в руках. И есть! Молодец, справляется здесь. Оставляет уже обруч позади. Движется вперед. Нужно заключительное кольцо. И нужно совершать соскок и сорвать. Он повис на одной руке! Аплодискайся. Я пугу! Аплодискайся! Гасан – красавчик! Он удержался, удержался. Повиснув на одной руке – удивительно. Щекочет наши нервы сейчас Гасан. Абсолютно! Абсолютно. Если он пройдет до конца, это будет передозировка Али Салтановых сегодня. Но мы не против. Мы только за. Так, 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 не дотягивается немного. Мини-удобная одежда у него, конечно, в отличие от Руслана. Ну что ж, посмотрим, станет ли это роковым моментом в его прохождении или нет. Так, последний, последний столбик с местом для безопасности. Сейчас увидим, как он будет справляться с этим скользким шестом. Отклоняется, отклоняется в сторону. Так, пошел не как Руслан. Все-таки через дополнительный островок безопасности. Но это его право. Мы не можем его винить. Самое главное, чтобы он добрался до вершины. А что я, так ли, чуть-чуть? Тратит несколько секунд на то, чтобы поприветствовать трибуны, которые сегодня просто неистово поддерживают наших участников. Так, отталкивается, отталкивается. О, колечко на нем. Но амплитуда потеряна. Сможет ли он перебраться на следующий шест? Непонятно. Так. Хватает. Хватает ему длины рук. Хватает уверенности. Хватает сил удерживать себя на весу. Поэтому уже последний шест. Ребята, Касан, что ты с нами творишь? Как и Руслан. Есть тело назад, туда вперед. Отталкивается, движется к платформе. Есть! Третья контрольная точка! Он дошел до парящих болтов. Если он их пройдет, то мы все-таки, возможно, увидим ту самую братскую дуэль во время полуфинала. По темпу Касан идет чуть хуже своего брата. Поэтому шансы еще сохраняются. Опасно! Обратно нельзя! По канату лезет вверх. Давай, держись! Качайся ногами, Касан! Так, держись! Держись! Сейчас какое-то чудо спасения. Может быть, у меня уже нервы сейчас просто сдадут. Терпи, давай! Раскачивай себя! Держись! Канат остановился. Нету раскачивания. Платформа находится не близко. К ней еще надо подтянуть себя. Давай, держись, Касан! Пытается закинуть ногу на платформу, чтобы подтянуть себя. А силы, силы не вечны. Господи, что происходит? Неужели, неужели это все? Держись до последнего! Качаются силы! Держись, Касан! Держись! Болеет за тебя твой младший брат! Я не могу смотреть! Я не могу! Касана! Давай, давай! Руслан! Поддерживай тебя! Руслан, вот эти турели! Давай! Держись! Нет! Увы! Заканчиваются силы в этих истощенных мышцах Касана! Он все-таки оказывается в воде, но он с неплохим, кажется, временем прошел три контрольные точки. Касана! Я готова стать твоим полотенчиком прямо сейчас! Ты был шикарен! Что? Что это? Что это было? Что тебе помешало? Я старался, что не получилось. Я потепел сокрушительное поражение. Это не поражение, это победа, ребята! Вы, повернись, пожалуйста! Из маленького города, 20 тысяч населения, вы сейчас здесь, в Минводах, на самом масштабном спортивном шоу страны! И ты прошел почти до конца! Ты вообще прошел до конца! Да все вами гордятся! Вами гордится Ямал! Вами гордится вся страна! Аплодисменты! Гасан в любом случае проходит в полуфинал, потому что он занял восьмую строчку рейтинга. Даже если два оставшихся атлета выступят успешнее, чем он, они не смогут выбить его из десятки лучших. Не пройти в полуфинал могут только актер Тимур Бурин и олимпийский чемпион Артур Далаваян. Всего два атлета! Два атлета! И все! Отборочный тур закончен! Друзья, мы желаем им добраться до четвертой контрольной точки, потому что это будет их билет в полуфинал! Уже сегодня 10 лучших сразятся в полуфинале, и мы узнаем имена первых финалистов! Это Суперниндзя! Отборочный тур подходит к концу! Сегодня десятка лучших атлетов выйдет на полуфинальные дуэли! Смотрим дальше! Для Алексея Захарова участие в нашем шоу – еще одно доказательство того, что он стал на правильный путь! Вообще, нехорошо все, что я делал раньше! Я, так сказать, не хочу, конечно, об этом говорить. Ну, из очень, так сказать, обеспеченной семьи, очень сильно избалованный ребенок. Я не умел ценить деньги, ну, мог, я не знаю, там, за ночь до полумиллиона просолить. Тусовки доходили до того, что я мог проснуться в обезьяннике, пробыть там дня три-четыре, выйти оттуда, и на следующий день опять это все повторялось. Давил я себя до такой степени, что мама в слезах всегда просыпалась, как бы, и хотела что-то изменить. Ну, и потом, соответственно, пришла такая новость мне, что меня увозят в нехорошее место. Реабилитация. Пробыл я там девять месяцев в лесу. Трансформация там началась уже через месяца два, наверное. На моих глазах, короче, умер там человек. Он употреблял очень много лет, и это очень сильно сподвигло тому, что не только там наркотики плохо, алкоголь плохо, в принципе, вообще такой образ жизни плохой. А у него же ведь еще и дети, и родители также живые были. Родители у нас одни, хочется, чтобы всегда улыбались и не плакали. Мой болельщик. Мама, мама. Ну, вперед с мамой. Я нашел в себе силы, начал тренироваться, приводить себя в порядок. Было сложно, было сложно переключиться именно в тренировочный процесс войти. Было тяжело даже потянуться. Я там не говорю, что уже там отжаться, либо зарядку сделать утром. Ну, вес у меня достигал максимум до 120 килограмм. Шнурки тяжело было завязать. Кроссовка. Внимание, он похудел на 50 килограммов. Минус 50 килограммов. Вот это я понимаю, похудел к лету. Ну, и после этого всего. Сейчас, думаю, мама мной довольна. И сейчас, наверное, смотрит на меня и улыбается. Это новая жизнь Алексея. А в новой жизни он атлетичен, спортивен и проходит самые сложные полосы препятствий в мире. Ну, он проходит или не проходит, мы узнаем через пару минут. А в данном случае он ждет обратного отчета, который начнется прямо сейчас. Полетели! Прыжок! Есть! Долет, это очень хорошо. Опа, опа, опа. Что-то с коленом? Что-то произошло при приземлении. Ударился коленом, он прямой ногой вошел. Итак, все-таки решает идти вперед. Настоящий спортсмен, настоящий ниндзя. Сейчас все будет чики-бамбуни. Что ж, один уверенный прыжок необходим в сторону небоскреба. Опа! Отлично! Долетел! Молодец! Алексей сказал, что сейчас все будет чики-бамбуни. И он сделал это, доказал. И реально все чики-бамбуни. Он уже у первой контрольной точки. Ой, 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 как красуется. Давай, срывай колечко, кольцо. Пытается сейчас как следует распрыгаться и сорвать. Пока у него это не очень хорошо получается. Пытается, пытается. Он срывает кольцо и уже находится у первой контрольной точки. Он все-таки тратит много времени на то, чтобы покрасоваться. Поэтому ему нужно будет постараться, чтобы попасть в полуфинал. Ой, нарцисс! Ой, нарцисс! Гоняет наши зрители. Вперед Алексея! Сейчас он оторвется от платформы. И обратно пути уже не будет. Давай, как корабль «Союз». Отправляйся в космос. Есть первое раскачивание. Самая опасная часть воздушной переправы. Главное сделать все правильно, чтобы перелететь на второй штырь. Иначе ничего не получится. Алексей молодец! Ой-ой-ой, чуть не сорвался! Здесь уже не покрасуешься. Здесь нужно делать все четко и быстро, потому что он продолжает терять силы. Он теряет силы и не может дотянуться, потому что нету импульса. Кинетическая энергия покинула его тело бренное, которое вот-вот угодит в воду. Держись, брат, держись! Нет! Все! Увы! Все! Умылся Алексей! Алексей сумел выбраться из тяжелой жизненной ситуации и той жизненной ямы, в которой он оказался, но здесь он рухнул в воду. Так, ну, на хромой ноге подошел ко мне Лешка. Что случилось? Ну, приземлился. Не очень хорошо. Чуть-чуть подвернул. Не знаю, вроде на эмоциях уже нормально. На адреналине. На адреналине же не чувствуешь боли. Не чувствую вообще ничего. Это, это... А можно материться, тут нет? Ну, попробуй. Пропикают. Это... Шоу. Мы тоже готовы. Спасибо, что наконец сказал мои слова. О следующем участнике у нас не очень много информации, так как он очень скромный и стеснительный парень. Меня зовут Федор Трубин. Мне 28 лет. Я родом из деревни Юрминка, из Тюменской области. Федор, расскажи, чем ты занимаешься? Не знаю даже, с чего начать. У тебя такие достижения. Я просто делаю то, что мне нравится. У меня это получается. И я как бы не стремлюсь этим как-то хвалиться или еще что-то. Просто делаю то, что не по кайфу. Ты скромный чей. У тебя много бегали. Являюсь чемпионом Европы по стритлифтингу, победителем международных соревнований. Также участвовал в любительских соревнованиях по скалолазанию. Там занял второе место. Также я являюсь лауреатом первой степени всероссийских конкурсов по воздушной гимнастике. Ты суператлет. Очень скромный атлет. Я пришел на шоу «Суперниндзя», потому что я хочу победить, стать лучшим. Возможно, найду девушку на шоу «Суперниндзя», если будет достойной, и я покажусь ей достойным. А была девушка? С личной жизнью глухо, как в танке. Возможно, из-за того, что я такой скромный, не складывается. Слушай, немного информации накопали наши редакторы. Будем теперь наблюдать и устроить свое собственное впечатление о Федоре. Давай, давай! Полетели! Федор на полосе! Брыжок! Отлично! Опа! Я вижу в его глазах запал. Это заявка на прохождение нашей жизни. Держись! Отборочные полосы. Как быстро он перебирает ручками своими. Что мы можем сказать? Что у него такое жилистое телосложение? Что у него достаточно сильные руки? Что он неплохо прыгает на батуте? Хотя нет, здесь я поторопился. Опа! Он машет руками, но все-таки срывается. Второй попытки кольцо. Что он делает? Это такая скорость! Первая контрольная точка пройдена. За 30 секунд неплохой результат. Хорошее время. Он подобрался к воздушной переправе. Посмотрим, как он ее преодолеет. Вообще не ждет. Просто рвется вперед, чтобы показать лучшее время. Молодец! 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 Гасит это боковое вращение. Пытается придать себе нужное направление. Ему удается. Остается совсем чуть-чуть. Два контрольные точки пройдены. Причем с неплохим временем. Я напоминаю, что четыре контрольных точки достаточно пройти. И Федор в полуфинале. Давай уверенно разберись с ними, Федор. Как Федор и Мильяненко разбирается. Со своими оппонентами. Это точно отправляет их в глубокий нокаут. Получится ли у Федора Трубина отправить в нокаут нашу трассу, мы сейчас узнаем. Он как бешеная белка по этим деревьям скачет. Очень быстро проходит. Это, по-моему, демонстрирует одно из самых быстрых прохождений именно бамбуковой рощи, на мой взгляд. Все вы там, одинокие девчонки, смотрите, как Федор Трубин ловко справляется. Смотрю, ногами упирается. Это что такое? Какая скорость, друзья. Давай, да, натянулся там! Да, молодец! Отдохни, отдохни, погайфуй! Вау, какая скорость! Что ж, впереди парящие болты. Остается совсем чуть-чуть. Все, он начал. Отлично! С одного движения, друзья! Что ж, два каната. Один длинный, другой короткий. Два удерживаются. Борис! Борис! Так, 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 так. Это выглядит как ошибка, но нет! Но нет! Друзья, колечко, колечко, завет, надо сорвать в полете. И раз! Вообще не ждет Федор в полуфинале! Уже 100%. Восторг! Это восторг! Теперь ему необходимо преодолеть противоход, чтобы получить как можно более легкого противника в полуфинальной паре. Федя! Федя, три попытки есть у тебя для противохода. Давай, брат, собери всю силу за Тюмень! Пошел, 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 пошел! Пошел, пошел, пошел! Да, 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 да! Федор здесь, на вершине! Отборочная класса входит, но успешно! Здравствуй, брат, я тебя поздравляю! Федор, поздравляем тебя, поздравляем! Отдышись немного! Секунду, друзья! Друзья, тишина! Вот я уже устал говорить эту фразу! Федор показал рекорд времени на нашей отборочной полосе! За сегодня! Это потрясающе! Что ты хочешь сказать сейчас на многомиллионную аудиторию телеканала СТС? Хочу сказать спасибо за поддержку. Это очень важно, это очень чувствовалось на прохождении трассы. Мне казалось, что будет сложнее, но удалось все достаточно просто. Это заявка на звание Супернити! Просто ему было! Просто! Ну что, Федор, мы с тобой увидимся совсем скоро в полуфинале. Красавчик, за Тюмень всю! Спасибо, Федор! Отбежал! Что творят атлеты сегодня? Трибуны! Вы в шоке? Вы тоже в шоке! Все в шоке! Вот оператор в эпилепсии бьется! Настолько ему нравятся выступления наших спортсменов сегодня! Потому что люди часто бьются в эпилепсии, когда им что-то очень нравится! Друг, протиктуй, пожалуйста, номер этого потрясающего парня прямо сейчас! Пусть все девочки, все фанатки, которые сейчас примкнули к экранам, его запишут! 8, 9, 8, 2, остальное забыли! А-а-а! Так нельзя! Ну хорошо, куда тебе можно написать? Голубя отправить? Не знаю, ВКонтакте по имени можно легко найти. Вот так вот, девочки! Все, записали, запомнили? Вперед! Вперед! Ты прекрасен! Увидимся в полуфинале! Спасибо тебе! Ты был мастером! Что? Мы закончили отборочный этап проекта Суперниндзя! Десятка лучших сформирована! И прежде чем они выйдут на полуфинальные дуэли, мы дали возможность атлетам восстановить свои силы. Но уже сегодня мы узнаем первых финалистов проекта Суперниндзя! Ну что, мы готовы! Если вы готовы, мы готовы! Димон, давай! В Минводах почти 6 утра! А наш главный судья и разработчик трассы Стас Кокорин закончил проверку препятствий на двойной полосе! 10 лучших атлетов сейчас распределятся по парам по принципу лучший с худшим! То есть первое место с 10-м, второе с 9-м и так далее! Кульминация сегодняшнего вечера! Полуфинал шоу Суперниндзя! Друзья, пока мой голос сорвался и улетел в Сыктывкар, полуфинальная трасса уже готова принять наших атлетов! Трибуны заряжены! Правила максимально простые! Им надо преодолеть полосу препятствий быстрее своего оппонента, забраться на стенку, сорвать светящее кольцо и выдрузить его на пьедестал! Важный момент! Во время прохождения препятствия атлет может упасть! Если он падает, он начинает это препятствие сначала! Все просто! Но это только звучит просто! Ведь в этот раз полоса состоит из невероятно сложных препятствий! Первое – это проезд с пересадкой на двойном зиплайне! Далее – разводной мост! Его придется преодолеть только на руках! На третьем препятствии атлетам нужно пройти по узкому выступу, перепрыгнуть на сетку и перебраться на платформу! Затем – дрожащая тропа! На ней необходимо удержать равновесие! Пятое препятствие – рукоход! Задача атлетов – перепрыгивать с одной перекладины на другую! И финальная – отвесная стена, по которой нужно забраться наверх! Использование каната на усмотрение атлета! И в первые схватки сойдутся Федор Трубин, ставший лучшим в отборочном туре, и Тимур Бурин, ставший десятым! Казалось бы, итог ясен, но на нашей уникальной двойной полосе возможно все! Стрит-лифтер из Тюмени против актера из Москвы победит сильнейший! Кто-то из участников провел аналогию, что это будет битва Дантеса и Пушкина, так что я думаю, так ответ случится! Не хочется заранее погибать, зная историю, но, быть может, мы историю перепишем! Я напоминаю, что мы в Пятигорске, тут дуэли плохо заканчивались! Ну что, это уже 21-й век, дуэль здесь будет именно на нашей полосе! Федя! Победу я не отдам! Я объявляю обратный отсчет! Поехали! Погнали! Ну что, Федор по красной полосе, он явный фаворит! И он первым запрыгивает на двойной зиплайн! Смотри, Тимур не успел перехватиться за второй зиплайн! Падает, падает Тимур, а Федор тем временем рвется вперед! Во время прохождения препятствия атлет может упасть! Если он падает, он начинает это препятствие сначала! Какие нервы у нас сейчас на трассе! Почти сравнялись, немного уступает сейчас Тимур, а Федор рвется вперед! И уже пробегает! А его абонент Тимур срывает со шайбы! Тимур, давай! Давайте поддержим Тимура! Поможем Тимур! 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 Есть еще шанс, если Федор ошибется! А Федор уже приступает к дрожащей тропе! Как преодолевает наши полты! Он чуть на шпагат не сел! Сейчас, мне кажется, испытал такой прям целый шок! Шоковое какое-то состояние у него! Друзья, впереди рукоход! Турники плохо закреплены и качаются! Из-за этого спортсмену надо взять максимальную амплитуду! И Федор справляется, ну просто как бабочка, которая порхает от одного турника к другому! А его оппонент все еще на разводном мосту! Как там Пушкин? Немножко отстает! Ах, сорвался! Сорвался! Тимур, давай! Уже который раз ошибается и падает Тимур! А Федор уже на финише! Остается совсем немного! Отвесная стена! Смотрите, как быстро он собирается! Он собирается на бед! Сумасшедшее время показывает Федор! Есть! Есть! Здесь Федор трубит наш финалист! Все! Абсолютно заслуженный финалист! Супер-видя! Очень впечатляющий результат! Ну а Тимур, а что Тимур? Он показал эту борьбу! Он выходил против заведомо более сильного и именитого спортсмена! Ну а дальше был только Федор на трассе! Только Федор! Поздравляем Федора с финалом и двигаемся дальше! Мега кадры, Димон! Мега кадры упускаем! Восходящее солнце! Здесь, конечно, очень красиво, но нашим атлетам не до красот! Впереди настоящая борьба за выход в финал! 25 атлетов в течение 7 часов боролись за право выйти в полуфинал! Красава! Мы стали свидетелями невероятных побед! Вот здесь и сейчас! Я все доказала! И обидных поражений! Были травмы! Слезы! И даже одна помолвка! Выдержи меня! Впереди настоящая борьба за выход в финал! Следующая пара – это доказательство, что жизнь – лучший драматург! Потому что она сформировалась из Руслана Али Салтанова и его родного брата! Гасана Али Салтанова! Первая мысль была такая, что как просто положить руку на голову! У нас, конечно, по кавказским обычаям там младшие всегда там уступают, встают, когда старшие заходят. То есть, ну, в любом случае у нас такого не будет. Мы будем бороться именно за победу оба! Руслан традиционно выходит в белой шапке! Ну, а Гасан сегодня в черном! Гасан, давай людям покажем наш северный характер, наш дагестанский дух и силу. Для тебя это не будет легкой прогулкой. Так что будь готов. Я готов на все сто. Давай, Гасан! Давай, Руслан! Обратный счет! Ну что, одновременно начинают братья! Руслан по красной, Гасан по синей. Гасан чуть впереди, быстрее перехватывает этот зиплайн. Движется вперед к разводному мосту и чуть-чуть пока опережает своего младшего брата. О, Руслан, вперед! Превосходство, друзья! И первый перескакивает на середину разводного моста. И идет уверенно вперед. Вторая часть разводного моста. Руслан быстрее соскакивает и уже пробегает! Напрыгивает на сеть! Держись, Руслан! Посмотри на этого дагестанского лыжника! Что он показывает здесь? Гасан далеко не ушел. Руслан чуть впереди. Дрожащая тропа под ним. Она не под ним, она позади него. Она уже позади. Все, дальше рукоход. Смотри, ждет своего брата, как будто бы Руслан. И мне кажется, он отдыхает. Отдыхает и ждет. Посмотрите на эту братскую заботу и братскую любовь. Давай, Гасан! Не стал уже ждать дальше Руслан. Движется вперед, движется вперед к победе. Посмотрите, что делает Руслан, друзья. Последний турник ему остается. Есть! Браво, 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 браво! А смотрите на Гасана. Начинает нагонять своего младшего брата. Он тоже совсем скоро окажется у стены. Руслан отбадривает своего брата, но тем временем все равно сам движется. И сейчас будет делать первые шаги по отвесной стене. И он делает уверенные шаги. Маленький шаг для человека. Огромный шаг для проекта Суперните. Но это не маленькие шаги, это гигантские шаги. Он уже в метре от вершины. Господи, это все! Руслан по Лисалтанам вот-вот преодолеет последние метры. Браво! Браво! Что происходит? Он ждет своего брата. Братик стоит у финиша. Ждет старшего. Я думаю, что все дело в том, что Руслан тренирует своего старшего брата. Он как тренер подбадривает и ждет Гасана там. Маленький шаг! Маленький шаг! Маленький шаг! Маленький шаг! Давайте поаплодируем! Финалич шаг! Руслан Алисалтана! Руслан! Еще один финалист! Супер! Минься! Друзья, посмотрите! Даже солнышко из-за горизонта встает. Тебе так... А что там Руслан сотворил? А он попал в полуфинал. Думали, зайдем на гору вместе. Хотел ему помочь и поставить кольца вместе. Но чуть-чуть не сложилось. Касан, в любом случае, все трибуны аплодируют тебе. Ты большой молодец! Это была честная схватка! Честный поединок двух братьев! В любом случае, один из нас в финале. Это уже круто. Ну что, Дим, это была схватка на самом рассвете. Ну а наш полуфинал продолжается! Нам все равно на неимоверный холод, на проблемы со здоровьем. Нам все равно на то, что съемочная бригада всю ночь не спит. Люди сидят на трибунах огромное количество времени. Мы будем продолжать! Будем продолжать! Ради вас и вашего кайфа! Менеджер по продажам Александр Григорьев после прохождения трассы на отборочном этапе сделал предложение. Выйдите меня! Да! Я не согласна! Поздравляем! Что же будет сейчас после трассы полуфинала? Они сразу свадьбу сыграют или решат ребенка зачать? Кто-то тут уже будущая жена. А еще невеста! Выиграть ему будет не так просто. Ведь против него сейчас будет строитель Владимир Старцев из Уфы. Александр Григорьев против Владимира Старцева! Менеджер по продажам против строителя. Продажи против стройки. Кто кого. Большую часть он в офисе сидит. У меня-то активность больше. Бегаю там с лопатами, таскаю плиты. Достойно выступлю, чем какой-то офисник. Я занимаюсь боксом и поборемся. Мы не таких, как вы переезжали. Посмотрим, какой он боксер. Я знаю точно, что у Вовы забиты ноги. Он забирался на трассу три раза. Три раза, чтобы понимали. А я с одного. Соответственно, у Вовы есть определенные проблемы в ногах. Да, конечно, у меня ноги подзабились. Но сейчас постараюсь отдохнуть. И будем бороться, сжав зубами язык и бежать. Ну что, Александр будет по красной дорожке, а Владимир по синий. Верим в своих мужчин. Верим. Да, ты-то с кольцом-то вообще теперь полна веры. Преисполнена, так сказать. Вот они наши атлеты. И обратный отсчет. Поехали. Как быстро стартанули оба. Владимир чуть опережает. Переходит на вторую половину зиплайна. Чуть быстрее с него спрыгивает. Но одновременно они уже на разводном мосту. Владимир первый перескакивает на середину разводного моста. Владимир сейчас наращивает свое преимущество. Потому что Александр еще даже не спрыгнул с предыдущего препятствия. Он уже на сети. Давай! Ты лучший! Все получится! Александр сокращает отставание. Ничего себе! Владимир уже завершает преодоление этого препятствия. Не медлит ни секунды. Дрожащая тропа не дрожит под ногами. Есть! Кувырком эффектно идет дальше. Александр уже на дрожащей тропе. Еще немного и он догонит своего противника. Нужно просто не ошибаться. И он этого не делает. В это время его оппонент добирается до рукохода. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Александр начинает постепенно сокращать. Падает! Падает! Ай-яй-яй-яй! Сашуля, давай еще раз! А Владимир уже сейчас соскакивает. Соскакивает. И перед ним только ответственная стена. Вы только посмотрите, что происходит на трассе. Владимир, который в турнирной таблице был восьмым, обгоняет участника из тройки лидеров. Это еще раз доказывает, что на нашей трассе возможно все. Александр вновь падает. У него осталась только одна надежда, что Владимир совершит ошибку. Смотри, шаг за шагом, как последовательно, равномерно пробегается вперед, не останавливаясь ни на секунду. И как гола проскается, у него хватается перекладину. Еще! Давай! Да-да-да-да! Вот он наш чемпион Владимир Старцев! Да! Он в финале! Владимир играючи залетает на вершину нашей трассы с рекордным для сегодняшнего дня временем. Финалист нашего шоу! Поздравляю его! Мы благодарим Александра за его прекрасное выступление. Здесь он составил настоящую конкуренцию, но, увы! Над полосой Суперниндзя уже встало солнце, и осталось лишь две дуэли. Вы смотрите полуфинал проекта Суперниндзя. И у нас уже трое финалистов, что же будет дальше? Солнце уже взошло, но здесь все равно дико холодно и ветрено. Но мы продолжаем, ждем, смотрим. Всего две дуэли остается. Что ж, Ислам Мингаев из города Грозного стал первым на отборочном этапе, кто добрался до нас с Василием. Но, несмотря на это, он стал всего лишь седьмым в рейтинге. Например, его обошла Анна Иванова. Сейчас они в уочном противостоянии определяют, кто же из них лучший. Анна Иванова против Ислама Мингаева. Готова зарубиться на равных с мужиками. Мой соперник Ислам. Очень такой горный, горячий парень. Я бы не хотел ее называть своей соперницей. Такая дезмораль произошла. Я подумал, блин, вообще, что я здесь делаю? Естественно, мы дадим небольшую фору девчули наш прекрасной в 10 секунд. Ну что, Ислам, зарубимся? Несмотря на то, что я девушка, не расслабляйся. Аня, твое место на кухне. Шучу. Вась, хватит слов. Давай посмотрим на это. Я даю обратный отчет. Анна начинает первые 10 секунд форы у нее. Она уже приближается к нашему двойному зиплайну. Сейчас будет перескакивать. И хорошо, успешно. Но время форы истекло. Ислам Мингаев уже бежит к зиплайну. В это мгновение. Это борьба абсолютно равных соперников. Анна уже на разводном мосту. Ислам наступает ей на пятки. Он уже переходит на вторую половину зиплайна. Анна знает, что нельзя совершать ни одной ошибки. Анна соревнуется против одного из... Падает! Падает! Анна идет очень уверенно вперед, чтобы перейти к прозрачной стеночке. Молодец! Молодец! Какое количество зрительниц сейчас поддерживает Анну и просто отдает свои голоса за нее, кричат за нее. Анна уже у прозрачной стены начинает постепенно шаг за шагом приближаться. Потому что Ислам нагоняет. Он переходит на брусья. Идет очень уверенно. Анна не торопится. Знает, что нельзя совершать ошибки. Кто здесь поторопится, тот может оказаться позади. Ислам догоняет. Ислам догоняет. Пытается подобраться к сетке. Ждет, пока Анна преодолеет эту сеть. Вступает, видите? Джентльмен. Ну, понятное дело, потому что два спортсмена одной сетки. Они будут бушующие. Сеть будет качаться. Из-за этого возникнут какие-то осложнения. Анна на дрожащей тропе. Анна медленно, не торопясь, начинает проходить. Она не хочет совершать обидную ошибку и свалиться. Потому что это значит, что надо проходить это препятствие заново. Вот это драк. Анна у рукохода не медлит ни секунды. Одно из самых сложных препятствий полуфинальной трассы. Посмотрим, как мама троих детей будет проходить это препятствие. Посмотрите. Давай, давай, давай. Ислам только сейчас подходит к рукоходу. А Анна его уже завершает. А вот и Ислам сокращает. Сокращает. Держись, Анна. Собирает просто сердце в груди сейчас. Почему Анна дает возможность Исламу догнать ее? Непонятно. Ислам преодолевает рукоход. Анна Иванова начинает восхождение на вертикальную стену. Неужели она станет одной из 35, кто выйдет в финал? Это на ваших глазах происходит. Хрупкая девушка на зубах просто движется вперед. И уже находится в считанных метрах от вершины. Давай, давай, давай. Еще немножко. Давай. Давай. Еще, еще чуть-чуть. Ислам догоняет ее. Анна, еще немножко. Преодоли последний метр. Да, еще. Ислам нагнал ее. Посмотрите, какая трагедия просто происходит. Они одновременно поднимаются. Ислам, чуть быстрее. Да. Она падает на колени. Для нее это, конечно, конечно, очень страшное поражение, друзья. Плачет. Кто плачет? Анна плачет. Анна очень расстроена. Анна отдалась полностью на этой трассе. Она соревнуется против мужчин. Она была просто в полуметре от финиша, друзья. Это просто сумасшествие. Смешанные чувства сейчас царят здесь, на трибуне. Но это супер-ниндзя. И это для всех одинаковое застязание. Все приходят сюда за победу. И сегодня эта победа в руках Ислама. Поздравляем вас, ребята! Мне вроде бы и радостно, да. В то же время я, честно сказать, я сам был расстроен, увидел расстроенную свою оппонентку. Но она уже стала мне даже подругой. И в тот момент я не думал, что я успею туда подняться. Я просто поднимался, ну как бы, да, доигрываю, да, так скажем. И там я уже остановиться там не могу. Я там застрял, думаю, но надо забираться уже. И как-то машинально поставилось. Хотя, честно говоря, мне даже было неудобно, что я так поспешил и типа ее обогнал. Ты считаешь, что она правильно сделала? Конечно. Мы соперники. Это спорт. А если бы тебе уступили победу, ты была бы этому рада? Нет, нет, однозначно нет. Это супер-ниндзя и восхитительная Анна, которая не хотела, чтобы ей мужчина уступил победу. Я признаюсь, я за себя болела. Я хотела, чтобы ты выиграла. И я буду ждать тебя снова. Спасибо тебе большое. Ты, ты настоящая гордость для всех нас. Пример, пример для подражания. Анна, правда, вы настоящая героиня просто. Вы никогда не останавливаетесь. Поэтому ждем вас и готовимся увидеть вновь. А прямо сейчас на полосу препятствий в Минводах, где атлеты соревнуются уже более восьми часов, выходит последняя пара. Кто из них станет на шаг ближе к пяти миллионам? Последняя полуфинальная дуэль на сегодня. Внимание, это Искандар Толканов и Николай Ганчук-Кевин. Я знаю, что мой соперник и с мостов прыгает, и по углям ходит, по стеклу ходит. Почему только не ходит? Ну, только не по ровной поверхности. Я не знаю, чего ему на земле не сидится. Мне это зачем? Я по скалодрому лазаю. Мне даже очень прекрасно. Нормально. Будем соперничать с ним. Каждая свои стихи. Я даже не хочу себя сравнивать с Искандаром, потому что, ну, нет смысла абсолютно. Я не могу назвать его соперником. Концентрируюсь на себе, концентрируюсь на трассе, а не на своем партнере по гонке. Погнали! Напоминаю, Искандар стартует по красной дорожке, а Николай по синий. Одновременно они приступают к выполнению двойного зиплайна. Но немного, немного выходит вперед Николай. Он чуть быстрее с него спрыгивает, но одновременно они уже на разводном мосту. Очень синхронно они действуют. Но немного, немного выходит вперед Николай. Он первым будет спрыгивать. И да, первым спрыгнул Николай. Опережает это на два корпуса. Оба ускоряются. Что произошло? Ты видел это? Николай зацепился за сеть в этот момент. Искандар прыгнул и промахнулся. Какие нервы, какие страсти там. Николай подходит к дрожащей тропе. Оп, 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 оп. Есть! Хорошо, Коля, в своем темпе. Просто пронесся, как молния по тропе. И уже на рукоходе. Коля, 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 Коля. Искандар подходит к стене и начинает преодоление по этой узкой-узкой платформе. Держись на сети. Держись! Держись. Нужно проползти под этой сетью, которая прогинается под весом наших атлетов. А, умничка, умничка! Николай тем временем на рукоходе. Искандар подходит к дрожащей тропе. Он рискует и... Риск оправдывается! Дрожащая тропа позади. А Коля остается лишь один рукоход и... Есть! Искандар только сейчас переходит к этому препятствию. Николай тем временем цепляет к себе страховочный трос и уже делает первые шаги. В преддверии главного, главного препятствия. Это отвесная стена. Николай начинает шаг за шагом подниматься к вершине и подниматься к финалу. О, ноги начинают воскальзываться. Руки уже устали и забились, но он движется вперед. А Искандар падает, снова падает, но уже на рукоходе. Он просто сел. А зря он сел, потому что Николай падает вниз. Искандар возвращается, он все это наблюдает. Кажется, наши шансы уравниваются, Искандар! Смотри, а у Искандара просыпается уже третье дыхание. Он понимает, что это его шанс. Либо сейчас, либо никогда. Искандар опять начинает прохождение рукохода. Все еще не кончено. Все может поменяться прямо в этот момент. Это может быть камбэк Искандаром. Зацепился, немножко остается. Искандар, давай. Сил тебе, силы скорости. Ну, преодолеет. Ему остается один рукоход. Ну что, есть, есть! Давай, Коля, рывочек! Оп! 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 Вот это драма! Искандар отгоняет Николая. Николай уже вторую попытку предпринимает. Снова лезет вверх. Снова достигает середины отвесной стены. Гуля, давай! Гуля! Как уверенно идет! Смотри, сейчас лучше, чем в прошлый раз! Искандару нельзя медлить. Николай уже подбирается к вершине. Давай, Николай! Он уже видит конец. Вот здесь сейчас солнце освещает его лицо. Да! Николай Кальдукевич становится финалистом. Да! Посмотри, как из последних сил он положил это кольцо на пьедестал. Он чуть не упал просто от усталости, но он такого натерпелся. У меня было очень сильное жжение в руках. У меня отказывали пальцы. И в один момент наверху я чуть не потерял сознание. Это была борьба с самим собой для того, чтобы дойти до конца. Еще мне очень холодно. Полуфинал завершен. Давайте прямо сейчас посмотрим, кто же выбился в финал проекта Супер Ниндзя на СТС. Тренер по кроссфиту Федор Трубин. Персональный тренер Руслан Алисалтанов. Мастер строительных и монтажных работ Владимир Старцев. Безработный Ислам Мингай. Спортсмен-экстремал Николай Кальдукевич. Это люди, которые вытерпели сильнейшие нагрузки и невероятные испытания, доказав всем, что предела не существует. Мы увидимся обязательно с вами на следующей неделе. Ведь это только начало. Пока! Так, давай к солнышку повернемся. Наследимся этими лучами. Руку убери, пожалуйста. А то вы ведь странненько. Извини. Хотя с ней теплее верни. Руку убери, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок.